настрой запись у нас и мы начинаем сегодняшний вечер ой сашенька сашенька это ты привет людочка здравствуй здравствуй здравствуйте мои родные мои хорошие так он еще рядышком давайте поздороваемся друг с другом давно вас не видела рада очень нас они солнечные солнечные пресолнечный день видно ты через моя кошечка так сашенька здорово ну саши тебе сегодня будет очень очень будет интересно потому что полностью взрослая тема ну я думаю именно с маленьких азов это будет еще интереснее изучать оля ушакова добрый вечер добрый вечер водичка народу нас пока мало но я думаю люди подтянутся как обещали к нам сегодня присоединиться еще другие вот и потихонечку будем двигаться дальше смотрю алекса алексу сюда забегал до что-то убежал так людочка мне в детстве особо интересно было во взрослой темы я думаю что да люто это как раз да вообще я думаю что когда дети самых азов то есть самого маленького возраста начинают такие взрослые темы изучать правильно да фундаментально то для них это такая основа такая ну так как читать считать как компьютер то есть заложены уже фундаментальные вещи им проще идти по жизни на самом деле поэтому я думаю что наоборот это даже хорошо тем более ничего у нас тут такого запретного не будет а наоборот вещи довольно таки очень интересно который кстати касается не только отношений мужчин и женщин но и детско-родительских просто даже полов мальчиков и девочек и так далее вот итак друзья мы начинаем огромнейшую тему трактата любви я знаю людо уже читала мою книгу да а вот другие оля ушакова ты читала книгу кто инопланетянин больше мужчин или женщина или протопопова так алекс до добрый вечер людей мало до маловато я надеюсь что к нам еще подойдут потому что как правило обычно бывает мало но потом подтягиваются опять же люди разные разные время у них у всех занято поэтому будем надеяться на лучшее у нас всегда так концу как как правило побольше народу будет но тема алексу нас замечательно и я думаю что если все таки останетесь с нами много чего почерпнете для себя ну и так друзья мои будет тренинг в пяти частях именно тренинг потому что здесь много будет еще самостоятельно домашней работы естественно конечно вы сами вправе делать ее не делать ее но если когда человек делает то соответственно результатов каких-то он получает больше поэтому у нас и тренинг мы тренируемся ну и здесь конечно подписывать будем какие-то то тесты то упражнение выполнять то в общем всякие всякие как обычно мы интересные вещи делаем сегодня первая часть больше тут наверное основной фундамент мы сегодня изучим это у нас будет больше теория теории с точки зрения этологии именно как раз мы с азов этих и будем подходить к любви друзья мои ну уже много тем у нас было на хотя немного вот последний вебинар был языке любви и в принципе вы там хорошо рассказали ныли что такое любовь да ну и вкратце вкратце вы мне объясните что ж такое по вашему в вашем понятии что такое любовь буквально в двух словах еще раз это для того чтобы кто будет смотреть запись тоже было интересно людям сравнить свое мнение с вашими и так напишите мне что для вас любовь именно любовь можете в сравнении с влюбленностью как допустим был на прошлом вебинаре и мы дальше потом уже начнем непосредственно с на так у нас алекс как интересно быстро пишет это всегда приятно мне очень нравятся такие активные люди так 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 чувство свойственно человеку глубокая перевязанность к другому человеку или объекту очень хорошее можно так сказать определение определение алекс спасибо большое за быстрый ответ и можно сказать очень точный близко к самым самым ближе и ближе у нас к духовным каким-то вещам людочка когда вдвоем хорошо тоже очень легенько и простенько очень хорошо и так друзья пока кто-то еще нас дописывает кто у нас пишет мы будем непосредственно сразу при подходить переходить к это логической теме и сейчас секундочку секундочку я сладки переверну так перевернула и так естественной науке подходит с одного конца мы как раз нее и будем подходить гуманитарной науке с другой творческие люди совершенно с третьей до религиозной концепции совершенно совершенно с четвертой и прочее 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 то есть много понятия любви а сейчас на моль сашинка сорокина что-то написала напоминаю кто не знает девочки 8 лет поэтому ее ответы могут кого-то немножко радовать и я хочу чтобы кто первый раз с ней встречается относились к ее ответам более более снисходительно и так сашинка пишет любовь это когда человек любит другого человека сашинка ты супер ты молодец ты солнышко моё здорово очень хорошо и так друзья мои вот с позиции на всех вот этих концепций естественной науки да или гуманитарных наук это вот можно представить как на этой картинке как люди осматривают слона то есть один говорит что это вот именно вот допустим нащупал хвостик говорит это хвостик другая наука ощупав это со стороны хобота говорит это и так далее и так далее то есть у каждого у каждой науки свое представление ну соответственно у людей которые относятся к этим наукам мы же сегодня посмотрим постараемся посмотреть это картинку в 3d вот чтобы отойти немножко да от объекта большого потому что любовь это огромнейший объект и тогда будет эта картина нам более понятно более ясна более как то вот действительно она вот так вот действительно мы будем представлять что же это за объект такой что такой любовь вот таким образом таким образом мы с вами потихонечку будем двигаться от самых простых вещей до вот можно сказать вот таких вот уже духовных вот скажем так начнем с животного уровня животного уровня почему важно именно с этого нам начинать потому что однажды известный астроном Артур Эдингтон заметил изучая внутреннее строение звезд мы вдруг обнаружили что изучаем внутреннее строение атома то есть без знания устройства атомного ядра внутреннее строение звезд не понять и в изучении любви ситуация аналогично не заглянув не заглянув в клеточное ядро мы вряд ли сможем понять сущность этого загадочного чувства поэтому будем изучать любовь с позиции инстинктов выраженные через гормоны нейромедиаторы через науку этологию тем более что люди мало знают об этом направлении кто вообще знает что такое наука этология о чем она у кого есть хотя уже многие читали я думаю книги книги по этологии многие 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 но все же у кого есть четкое знание что такое этология так значит молчание знак значит того что не знаю хорошо тогда и сразу приступаем так алекс поливает дисциплина зоологии изучающий генетически обусловленные поведения инстинкты животных в том числе людей супер алекс ну просто молниеносно абсолютно практически верно единственное что просто вкратце как бы скажу этология это о врожденных основах поведения всех живых существ включая человека появление этой науки в 30-х и 20-х годах через статьи Конрада Лоренца вызвало в научном мире маленькую бурю Лоренц впервые и весьма убедительно показал на примере птиц что высокая сложность поведения наличие проблесков абстрактного мышления и хорошие способности к обучению вовсе не заменяют инстинктивных поведенческих мотиваций а что это значит действуют то есть одна часть поведения действует с инстинктом и вместе иногда противоречит друг другу иногда дополняя и модифицируя друг друга то есть вот у нас все так параллельненько и в 70-м году наука этологии была призвана в научном мире официально через присуждение Конраду Лоренцу и Николасу Тимбергену Нобелевской премии за создание этой науки и с тех пор она стала у нас как бы общепризнанной но до сих пор она мало заслуживает то есть ее мало где вообще преподают скажем так ее только целенаправленно где-то в узких специализациях люди изучают а зря потому что там можно подчеркнуть столько полезного и вы в этом убедитесь пройдя по сути вот все вот эти пять дней тренинга итак друзья мои идем мы дальше и подходим к самому такому простому виду любви я прошу прощения за презентацию как-то она у меня здесь немножко модифицировалась когда я перевела в pdf формат и загрузила сюда у меня как-то она немножко по-другому в другом формате как-то вот без вот этих черт черточек поэтому вот здесь будут немножко такие нюансы что уж тогда простите извините потому что здесь уже технические накладочки итак виду любви с моей точки зрения это я как бы такой режиме делать чисто личное свое субъективное мнение вы можете с ним согласиться можете его как-то обосновать по-своему и так далее и так далее многие ребята помнят из вебинара химии тела когда мы проходили что в большей степени быстрые эмоциональные всплески любого чувства исходят от уровня разных гормонов в теле выработка гормонов срабатывает на определенной визуальной картинке увидел младенца допустим женщина особенно вырабатывать гормон счастья окситоцин получил тут же положительную эмоциональную эмоцию причем очень быстро там буквально за считанные секунды да Сашенька помнит женщина увидела высокорангового мужчину по критериям инстинктивных именно критерий пообщалась с ним убедилась что он действительно высокоранговый включилась симпатия автоматически а там и любовь не за горами эти закономерности как раз мы будем проходить в течение нескольких занятий то есть любовь бывает включается у нас автоматически по инстинктам это то есть вот первая любовь это тело да через вот наши это как раз вот пословица к нему относится любовь зла полюбишь козла человек не понимает то есть женщина не понимает почему она такого вот полюбила это вот привет из от наших инстинктов скажем так а бывают глубокие чувства да доверие забота благодарность основанный на уважении личности то есть это больше уже какому-то рассудочному рассудочному ну к рассудку скажем так то есть это рассудок больше вот такие какие-то глубинные чувства обосновывает каким-то образом выделяет и вот таким образом это вот как бы немножко другое тоже более глубокое чувство и она не подвластна можно сказать никаким воздействием внешних ситуаций то есть чем больше наоборот даже какие-то происходят ситуации в жизни людей от этого они становятся наоборот только закаленнее еще больше любят друг друга то есть это вот как бы ближе вот такому любовь ума то есть это рассудочно рассудочная любовь основанная на включении логики и разума который оценивает своего партнера с этих позиций за его положительные качества и которые вызывают глубокую симпатию уважение настоящую заботу о партнере и так далее и так далее как различать эти два вида любви вот и что с этим делать вот как раз об этом и будет рассказывать вам этот тренинг я вам буду рассказывать и мы будем это очень интересно все разделять где у нас инстинкты а где у нас рассудок вот это вообще интересная такая загадка для каждого человека и с многими клиентами я кстати вот после того как они узнают эту информацию они начинают вот это различать в себе так вот это инстинкт его надо с ним каким-то образом бороться ну не бороться скажем так его просто контролировать вот это лучшее мы знаем что мы ни с кем не боремся мы просто каким-то образом включаем или выключаем вот и здесь в тренинге в первой части мы как раз и разделяем разум от инстинктов и рассматриваем как устроен механизм человеческой биомашины во второй части решаем вопрос что человеку делать с этой биомашины как ее управлять чтобы разум и чувства гармонично существовали рядом дополняя друг друга соединяем ум и тело и скорее выводим их в сотрудничество вот приблизительно так и дальше мы идем уже конкретно нашей теле теме различия полов вот здесь я такой рисунок нарисовал но прежде чем мы сейчас перейдем к различию полов здесь будем здесь будут рассмотрены на тренинге опять же вопросы без учета рассудочного поведения человека изначально то есть фундаментальные металлогические вещи только с точки зрения врожденных поведенческих программ животного уровня которые сидят глубоко в подсознании и по сей день активно влияют на личность человека и вы в этом убедитесь потому что когда человек это вот узнает информацию он удивляется насколько он действительно бил машины и слова самец и самка здесь будут использоваться чисто в биологическом значении и друзья мои тут уж никак не воскорбительно вы должны это понимать этологи кстати утверждают что цель которой стремятся мужчины и женщины через инстинкты она в принципе одна то есть главная цель произвести жизнеспособное потомство и максимально надежно закрепить свои гены в потомках воспитать его обеспечить условия для выживания вида и все это в соответствии со стратегическими интересами вида но разумом люди это не осознают и подходы к этому процессу у полос совершенно разные и это различное важно и нужно знать каждому итак мы начинаем биологическая природа различия мужского и женского начала формировалась в ходе процесса эволюции это понятно да всем на мужчинах эволюции экспериментируют и среди них чаще встречаются люди с выдающимися способностями но среди мужчин много и умственно отсталых вот если посмотреть на этот рисуночек да вы увидите что то есть вот гениев их гораздо больше чем у женщин вот почти все великие открытия за редким конечно исключением они всегда есть и у женщин тоже есть какие-то изобретения и так далее но в основном все это делали мужчины они создавали цивилизации правда они же их и разрушали затем зачем природа природе такое разнообразие а ну и к тому что то есть не только гений у нас да максимально их больше чем среди женщин ну и умственных отсталых соответственно тоже конечно больше а женщина это вот такая золотая серединочка в ней вот больше вот такого какого-то усредненного значения как вы думаете почему природа так вот создала для чего-то и причем это количество понимаете из века в век оно ровно неизменно то есть вот есть вот определенный процент умственно отсталых мужчин умственно отстал то есть гениев и так далее то есть из века в век это одно и то же продолжается вот таким образом постоянно как вы считаете почему так происходит вот интересно у кого есть какие предположения с какой целью природа так интересно распределила такие такие задачки для полов алекс пишет я смотрю алекс у нас такой подкованный интересно такими людьми общаться вопрос непонятный хорошо алекс спасибо за за вопрос я сейчас попробую более четко объяснить тезисно мужчин рождается гениев и умственно отсталых гораздо больше женщин же больше в общей своей массе они ближе золотой середине то есть там больше нормы почему так природа распределила что именно вот в такой пропорции постоянно рождаются мужчины с таким разнообразием то есть там и много там же больше уродств кстати у мужчин там же больше и может быть где-то красивых и там же больше ну таких крайностей скажем так самых высоких самый высокий кстати мужчина в мире тоже не женщина и самый низкий карлик тоже это мужчина то есть вот такие вот самые разнообразные особи рождаются у мужчин а у женщин все средненько то есть как-то и гениев меньше ну и умственно отсталых меньше природа вот так интересно распределила для чего с какой надобностью зачем это она так делает Люда Карпова на женщины функция ограниченное размножение ума не надо много тоже версии классно мне понравилось здорово хорошо Сашенька чтобы люди делали что-то они ленились Сашенька ты молодец ты всегда участвуешь и мне нравится всегда когда ты пишешь очень активно и твои сразу твой мозг включается и это главное ты молодец конечно делали чтобы и не ленились это тоже одна из главных причин ты молодец ты умничка итак друзья мои очень близко так алекс насчет гений все зависит от воспитания конечно внешняя среда очень много зависит если гений попадет я не знаю там в стаю маули то из него вряд ли гений выйдет но он будет гением в этой стае так что это все все верно абсолютно алекс согласна полностью итак друзья мои природа мудра как обычно если в природе произойдет сильное изменение среды даже самое катастрофичное то и на этот вариант будут виды среди мужчин которые которые смогут выжить из-за своих особенностей которые сейчас например считаются патологичными ненужными и даже кажется сейчас вредными природа матушка мудрая и чтобы эти экспериментальные особи в то же время не не распространялись дальше да не встраивались дальше в генетическую цепочку потомство потому что это патологические как бы особи такие крайние совершенно да то природа наделила особенностью селекционировать другой пол женский именно женщина не отклоняется от оптимума она допускает к себе только партнеров с генетической правильной составляющей она главный селекционер то есть женщины в умственном развитии придерживаются с золотой середины как я говорила среди них почти нет гениев и слабоумных значительно меньше и вот именно эта способность то есть природа все проверенное надежное вкладывает в женщин где благополучно все закрепляется и дальше передается потомству она отвечает за качество женщина а вот мужские особи за разнообразие на всякий случай потому что в природе всякое может случиться и именно вот природа для этого такие особенности и заложила а вот как раз эта главная особенность которую сейчас мы раскрыли она и влияет на то как выбирает мужчина и женщина себе в партнеры партнера скажем так прошу прощения за тавтологию но сейчас мы немножко знаете как сразу отвлечемся на упражненица сразу так как говорится быка за рога я смотрю друзья мои у нас уже становится больше кто присоединяется обязательно пишите в чат кто вы откуда если кто у нас наши постоянные участники будет здорово поздороваться если кто-то новый присоединяется будет еще здорово кстати алекс вы откуда интересно расскажите вы географически где находитесь мы всегда как говорится спрашиваем так вам видно не видно мне мне только пишут алекс смит откуда не знаю может это псевдоним я вообще не знаю мужчина это или женщина поэтому очень было бы здорово чуть-чуть рассказать о себе марина титаренко ой здорово как хорошо это моя давняя давняя знакомая подруга моя клиентка участники посмотрите ну посмотрю хорошо так сейчас алекса посмотрю откуда у нас так ага житомир очень хорошо здорово очень приятно ага ага нашла 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 да там географию пишет точно точно из житомира да все правильно прочитала а то мелким шрифтом здорово очень интересно супер итак друзья мои мозг мужчина и женщина начнем знаете как мозг препарировать с внешней части мы помним из вебинаров уже многих я упоминала что у человека есть три главных в мозга системы это внешняя неокортис да вы уже все знаете кто у нас продвинутый в нашей школе уже прошел вот эту всю базу это новая кора которая отвечает за разум сознания и аналитические склад ума то есть способности есть у нас лимбическая система которая отвечает в основном за инстинкты там чувства эмоции и так далее так далее есть еще такая у нас там маленькая система как рептильный мозг это рефлексы и вот мы начнем как раз с мозга внешнего с неокортиса с новой коры то есть мышление как мы мы мыслят мужчины как мыслят женщины здесь очень тоже интересно отсюда вытекает поведение иногда мужчины и женщины поэтому не понимают почему мужчина так поступает женщины женщины то есть а мужчины не понимают почему женщина постоянно допустим постоянно что-то говорит и говорит а мужчины постоянно молчат это как раз к этому относится и мы сейчас это разберем мозг мужчины и женщины имеет огромные физиологические различия по своему объему и функции начнем с этого например мозг унисекс бесполовой мозг серьезной науки вообще не существует мозг на 200 грамм легче женский чем мужской зато женские извилины длиннее и глубже мужских и мозг мужчины и женщины обслуживают совершенно разные задачи насколько это для вас новое или вы это уже знаете поставьте плюсики если плюсик если да вы знаете и минус если вы этого не знаете так марина знает люда новая алекс нет вот супер значит для кого-то это будет интересно улечки ой сашеньки тоже нет и волю шакова нет ну и супер ага и марина к нам к присоединился это у нас кто марина первый раз вы у нас или уже бывали у нас расскажите немножко о себе а то может быть просто это уже ага так интересно очень интересно откуда мы всегда так рады новым участникам да в пире ну супер и попали сразу на тренинг на первое занятие это казань очень хорошо у нас тоже кто-то там рядышком девочки есть очень хорошо очень приятно ну здорово идем дальше марина очень приятно и алекс приятно а то я ему так не сказала когда кстати мужчины есть у нас на вебинаре у нас очень хорошие вебинары получается потому что очень важно знать мнение с позиции и мужчины и женщины а тем более сегодня такая интересная тема итак друзья мои задача мышления мужчины проанализировать исходные данные принять рациональные решения исходя из логики и здравого смысла и биологическое назначение мужчины охота война разведка охрана его тактика методом логики просчитать ситуацию поведение добычи действия противника последствия каких-либо своих действий то есть от исходных известных данных используя здравый смысл известные причинно-следственные связи прийти к результату то есть наличие добычи или победа над врагом в добычу входит кстати и женский пол да это тоже так вот по древним инстинктам опять же мы напоминаю что мы сегодня все пляшем оттуда пока мы не берем в расчет нашу наш рассудок больше изучаем вот такие вот особенности мозга особенности наших инстинктов и так далее и так далее и так таким образом естественный отбор привел к тому что мужчина мыслит полноценными логическими цепочками и как правило окончательный результат озвучивается вслух то есть он молча вот эти цепочки обрабатывает а потом результат выкладывает так устроено его мышление в чем разница работа с женским мозгом скажем когда вот у мужчины мужчина читает у него функционирует небольшой участок левого полушария когда же он решает абстрактную задачу то работает только правое полушарие у женщины и в том и в другом случае включается оба полушария то есть у женщины зачастую работают два полушария одновременно 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 поэтому они путают кстати право и лево когда показывает дорогу или включает один поворотник в машине а поворачивает другое вот это их особенность особенность их мозга это кстати доказано наукой так что мужчины пусть на них не сердится это вот у них такой тип мышления вот мозг вот так работает еще тут не сделаешь то есть с одной стороны это преимущество то есть сразу два полушария начинает включаться обрабатывать информацию то есть они могут выполнять много задач сразу у мужчины все как-то вот по очереди скажем так но с другой стороны у женщин много замешательств и да и нет и вот все вот это все в одну кучу вот такие вот интересные у них особенности а в женщине кстати и мышление совершенно вот оно оно иное в отличии от мужчин а мужчина размышляет как я сказала молча высказывая лишь окончательный результат женщина думает вслух а во время разговора эмоционально переживает ту или иную ситуацию вот ей вот вот нужно это вот так вот природа скажем так заложила вот в ней эту вот нужду потребность мужская речь как правило краткая в суждениях мужчина более категоричен в женской же речи много неопределенности как я говорила то да то нет а причем рассказывая о чем-то важном женщина начинает с мелочей а пока дойдет до сути мужчина перестает ее слушать как правило ну это опять же мы среднестатистически берем друзья мои не у всех все так однозначно и зачастую женщина додумывается до каких-то значимых озарений в процессе размышлений как правило вслух то есть если она начинает о чем-то думать то она еще точно результат как правило у ней неизвестен она потом только до этого додумывается женщина больше руководствуется внутренним чувством она не чувствует себя обязана исследовать формальной логике как должно быть как у мужчины если ей ближе логика чувств вот на самом деле да то вот она как правило ими и придерживается и руководствуется то есть по сути она ближе к констинктивному такому поведению которое в принципе за что отвечает лимбическая система то есть вот ну кстати все вот замечу что все зависит еще от типологии личности которую мы прошли потому что есть совершенно такие индивиды с такими радикалами если по Пономаренко по методике судить у которых допустим логика у женщин превалирует чем допустим у другого какого-то мужчины например логика у эпилептоида будет гораздо выше если это ведущий радикал у женщины чем у шизоида допустим у мужчины у которого тоже ведущий радикал шизоида поэтому тоже здесь все индивидуально и так в женщине повышена больше интуиция она лучше понимает значимость высшего начала мира гармония в общей массе высшей любви нормы какой-то но мы помним все что все индивидуально вот это я много-много раз непонятные термины шизоиды эпилептоиды это да алекс ага вот мы-то изучили кто у нас уже ходит и многие об этом уже знают очень вам рекомендую посмотреть или наш вебинар формулы счастья 3 типологии личности предназначением человека или же просто прочитайте методику 7 радикалов пономаренко потрясающая книга которая даст вам такое понимание себя и людей очень легко читается вот для простого человека кстати в психологии каким-то как-то относитесь то есть психолог может быть или просто человек увлекающиеся этим то есть ну по-любому если специалист и если простой человек ну то есть просто увлекайтесь она в любом случае вам пригодится потрясающая книга коротенькая методика 7 радикалов Виктор Пономаренко ой ой а изотерик еще философ но это в нашу тему я тоже перечисляю себя к таким людям здорово очень приятно коллега тем более для коллеги нужно нужно такие вещи знать классная книга и вот все кто здесь девочки присутствуют и может быть еще у нас кто-то инкогнито мальчики подтвердят кто читал да мариночка тоже такая точно 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 так алекс у нас такая девочка или мальчик давайте признаваться до конца мне тоже интересно ага такая девочка ну вот а я все с мальчиком изговорю как хорошо у нас мальчик здесь ну ладно на одной девочке тоже очень хорошо замечательно ага да поприветствуем поприветствуем наконец-то раскрылась у нас полностью девочка здорово и так друзья мои и так значит женщина больше у нас контуиции да контуиции склонно а мужчина больше к логике и разуму и вот если коротко то то режиме такое мужское мышление цифровое женское аналоговое если вот кто есть здесь кто разбирается в компьютерных делах то это вот четко будет понятно кто вот не совсем понимает в интернет зайдите забейте что такое цифровое что такое аналоговое но вот все для того чтобы коротко понять сейчас я как раз еще раз скажу расскажу то есть для мышления мужчины это характерна определенность и нередко излишняя абстрактность для женщины размытость большая конкретность то есть большая конкретность и естественная текучесть вот как бы вот такие вещи не знаешь как их совместить вот да одно с другим но вот приблизительно так то есть мужское мышление более напоминает цифровой подход да нет то есть вот тут точно да или нет а вот у женщины оно вот как то оно путается и все это в одно и то же то есть это больше аналоговые процессы нечто одно перетекает в нечто другое то есть вот приблизительно так так марина пишет это он про меня Полин сказал я написала такой а алекс все таки мужчина я понимаю я права алекс так ну сейчас сейчас узнаем пусть алекс интригу нам создал специально да но это даже хорошо так и создала Людочка я тоже поняла что алекс мужчина ну да ну вообще ну интриган еще тот я в хорошем смысле это всегда приятно когда у нас здесь такие какие-то интересные нюансы есть итак друзья про мышление понятно ли все то есть у мужчин превалирует конечно логика сознания у женщина логика чувств подсознания именно поэтому с мужчинами разговаривать нужно на языке да нет а женщинами на их языке и кстати языки любви многие уже вот была у нас первая часть у нас еще будет две части с Нелли Ефимовой и я вам сегодня предложу еще один язык любви я его сама можно так сказать придумала но я думаю что как раз это очень важно потому что в запросах это вот прям со всех сторон одно и то же одно и то же это жалобы на своих партнеров итак начнем с мужчин то есть рекомендации как мужчинам разговаривать с женщинами на их языке на языке их мышления женщинам очень важно чтобы их слушали в день хотя бы вот это минимум это я говорю о минимуме друзья мои от 20 до 40 минут вот чтобы женщину просто слушали сколько просто прямо вот важно чтобы мужчинам ну я не знаю там спросил у женщины у своей партнерши у своей подруги жены и так далее сколько минут тебе посвятить дорогая чтобы ты выговорилась ну в хорошем знаете так вот прям по-доброму мне будет приятно тебе послушать мне будет приятно тебе послушать то есть нужно развивать мужчине эмпатию это что такое поддакивать когда она говорит одобрять когда она что-то говорит то есть не просто слушать в этот момент а именно эмпатически слушать допустим вставлять что-то да ты что не может быть вот знаете когда подружки как-то общаются друг с другом вот очень важно точно так же мужчине вести себя при разговоре с женщиной обязательно вставлять как интересно то есть должна быть эмоциональная включенность если мужчине ну вот трудно сразу это как-то ну может быть не все сразу включать а хотя бы начинать с каких-то вот таких простых вещей то есть вот это вот эмпатическое слушание у мужчин в основной массе оно отсутствует то есть это все-таки здорово когда мужчины сами начинают включаться сами начинают это это начинают как-то в себе развивать но вот здесь конечно сложнее научить другу то есть мужчину когда он этого не хочет и у нас будут такие небольшие секретики как женщины это и сделают а как вы считаете девчонки вот сейчас вот для вас вопрос мужчина сам не развивается психологию не изучает ему это как бы вот неинтересно а вам важно чтобы вас выслушали да как вы бы смогли ну слово не очень мне нравится заставить ну как бы вот подвели его вот к этому упражнению чтобы вот он сам особо такого и не замечал вот скажем так очень мудро то есть не напрямую там говорить хотя тоже можно дорогой выслушай меня да туда-сюда ну кстати больше женщины говорят в стиле упреков ему ты никогда меня не слушаешь это как правило но как правило это тоже ни к чему хорошему не приводит как мудрая женщина подведет своего мужчину чтобы он ее начал слушать угу так интересно ваше мнение как у вас в жизни это происходит мне вот это интересно если не происходит сейчас научу алекс они могут заинтересовать чем-то на начале разговора а кстати вот алекс мне очень интересно ваше мнение по поводу того как так сашенька не знает очень хорошо сейчас мы как раз это раскроем секрет такой алекс как это происходит у вас то есть вы слушаете женщину или нет или как бы вас заинтересовала женщина вот или это как раз и есть мнение то которое по себе выражаете очень тоже интересно вообще мы тут все на ты если можно если можно на ты мне было приятно потому что как то я ко всем обращаюсь на ты и тогда уж автоматически и к вам на ты так ключевыми словами вот а можно расшифровать не совсем понимаю ключевыми словами которыми интересно да какие то темы или что сашенька пишет очень сложный секрет сашенька нормальный для тебя как раз вот то что вот сейчас ты же еще пока не знаешь сейчас мы тебя научим это как впарить продукт ну я поняла да поняла как впарить продукт то есть да заинтересовать это точно это точно а тут немножко наверное я предложу другой подход хотя это тоже правильно в принципе потому что всегда надо заинтересовать действительно человеку это но тут фишка в том что иногда есть такие разговоры то есть женщина о чем-то хочет поговорить а мужчину это совершенно не интересует вот как быть и кстати очень часто такое бывает какие-то насущные проблемы женщине очень важно чтобы мужчина выслушал а вот он никак не хочет ее слушать ему эта тема не интересна скажем так и вот что тут делать вот это уже задачка интересная итак друзья мои во первых начинать надо с простого да все мы многие уже проходили что такое якорение якорим поддерживаем подкрепляем то есть якорим это то же самое что подкрепляем подкрепляем поощряем партнер за то что он делает то что нам надо то есть то что вы хотите то есть если он в какой-то момент слушает вас очень внимательно не важно как по какой теме интересуется интересна ему эта тема или нет обязательно его подкрепляем обязательно его поощряем за то что он просто слушает если вот в какой-то момент поймали то есть мужчина вас внимательно слушает тут же включайте позитивные хорошие эмоциональные слова допустим вот послушал немного пусть это немного продолжается я не знаю там пять минут для мужчины кстати вот разные мужчины опять же говорю бывает от типологии все зависит но сам смысл вот если допустим есть мужчины такие замкнутые которые все время молчат то для них и пять минут это подвиг да вот по той теме которая неинтересна значит что мы делаем еще раз женщина прослушал пять минут мужчина сразу включаемся спасибо что ты меня выслушал это мне важно обнять поцеловать и все самое позитивное то есть обрушить вот прям на мужчину то есть настолько эмоционально включить дать ему понять что вам так приятно так хорошо через похвалу через какую-то поддержку через какие-то вот позитивные максимально вот слова комплименты восхищения как я тобой восхищаюсь когда ты меня так слушаешь как мне приятно и так далее так далее то есть таким образом если несколько раз произойдет подкрепление он уже в следующий раз автоматически будет слушать это дрессировка так дрессирует животных подкреплениями то есть понимаете это самый такой вот простой биологический способ насколько такой способ приемлемый для вас как вы считаете ну для девочек конечно кстати и наоборот нет можно ведь бывает и женщины молчаливые а мужчины говоруны все бывает в жизни да и и ни в коем случае никогда не говорите ты никогда меня не слушаешь в виде упрека то есть это надо это обратное подкрепление когда вы негативные эмоции выражаете таким образом мужчина будет еще больше уходить от разговоров то есть это получается как бы в минус женщине то есть вообще никогда упреков мы всегда уходим сейчас вы заметили уже да от любых упреков нотации и так далее так далее так далее так далее так ну идем дальше марин говорит что подходит ей а сашенька там написала надо попросить вот так пожалуйста точно точно саша я как раз про это говорила обязательно попросить пожалуйста а всегда как говорится с позитива и начинаем пойти позитивом и заканчиваем и так для мужчин вторая рекомендация поговорим потом есть вот такая фраза или маленькая ошибка большого разговора скажем вот так женщину вот жалуются психологом что их мужчины увиливают от ответов на вопросы мужчины жалуются что их женщины адски просто наседают вопросами и разговорами прямо продохнуть невозможно это вот как правило среднестатистически важно понимать что это зависит от строения мозга как мы это разобрали да и в этом то есть к этому лучше просто адаптироваться чем вообще вот избегать одному одному полу одной особенности мозга партнера и так далее то есть вот ну просто надо приспосабливаться и уважать эти вещи например вот ситуация так алекс у нас что-то пишет а почему они так много болтают ни о чем алекс только только вот как раз повторюсь они болтают потому что у них мышление так выстроено что они доходят до результата обязательно в слух то есть если они будут молчать они никогда не дойдут до результата вот им важно все проговаривать слух недаром говорят есть поговорка женщина любит ушами то есть вот ей важно все проговаривать самой кого-то слушать чтобы мужчина ей говорил а у мужчины обратное да и у них вот этот процесс мышления происходит внутри себя вот такая особенность я уж не знаю вот как да 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 вот вот особенность такая нашего мозга мужского женского мышления ага ответила супер на вопрос вот почему я говорю что важно мужчине научиться слушать хотя бы от 20 до 40 минут женщину в день она уже будет счастлива а женщины кстати мы тоже подойдем к этому чтобы она не наседала лишний раз когда мужчине то есть останавливать себя это тоже важно она должна уважать мужчин мышление мужчины и так вот значит женщина допустим задает мужчине вопрос мы ко второму пункту переходим на который ждет ответа он начинает увиливать говорит мол давай не сейчас давай перенесем этот разговор ну какой-то неприятный для него женщина заводится начинает наседать мужчина тоже не лезет за словом как обычно в карман да как правило разговор заканчивается чем-нибудь не очень хорошим что делать решение в принципе простое но относится оно к мужчинам вот в этой в этой области а мужчина когда говорит давай перенесем разговор поступает совершенно неправильно то есть это категорически делать нельзя и вот почему если женщина подошла с каким-то вопросом есть некоторая вероятность что ей важен ответ на этот вопрос мало скажем что не маленькая вероятность а даже очень большая и она ждет ответа это думаю что это очевидно когда вместо ответа она получает сообщение давай поговорим об этом позже женщина попадает в ситуацию неопределенности если хотите она оказывается в подвешенном состоянии есть поговорка лучше ужасный конец чем ужас без конца вот она и нервничает по сути из-за этого причем она начинает додумывать сама свои варианты почему партнер так поступает неопределенность она показывает женщина думает, что мужчина просто увиливает это в свою очередь складывается в такую цепочку заключений причем как правило неправильных то есть это по своему внутреннему ощущению по своим каким-то внутренним особенностям, тем более они разные у мужчины и женщины. И она этому мужчине, то есть она делает заключение, как правило, по своим внутреннему миру, что она мужчине не важна, что он ее не ценит, и вообще подлец и предатель. Включается негативный перевод замыслов мужчины. Это автоматически, практически позитивный перевод, мало у кого встроен, кроме тех людей, кто уходит постоянно в онлайн-школу психологии «Каждый дом». Это я могу с гарантией сказать. Уже практически у нас у 95% встроилась эта интересная внутренняя часть мышления. Итак, хотя мужчина может просто, на самом деле, кстати, он может устать, ему просто хочется не брать лишнюю ответственность или так далее, и так далее. То есть тут, может быть, причин, на самом деле, почему он не хочет сейчас отвечать, очень много, и они, как правило, не совпадают с тем, что додумывает женщина. Может, он просто бережет свою энергетику, да, инстинкт самосохранения. Мы тоже это проходили, как наш мозг сохраняет энергию. Вот так. Алекс пишет «Сбой системы у женщины». Ну, можно так перевести, да, «Сбой системы женщины». Перевод тоже хороший. Так что делать? Мужчине нужно обязательно оговаривать сроки. Женщина, живущая с мужчиной, его обычно любит. И вполне способна понять, что прямо сейчас он не может ответить. Ну, мы, вот, кто знает, сразу позитивный перевод, да. По различным причинам, например, потому что, допустим, устал, потому что ему нужно время, чтобы обдумать решение, потому что мужчины очень, ну, как, медленно запрягаются, вот, скажем так, в какое-то новое дело. Им надо все просчитать. А иногда просто не хочется в это вот за счеты, расчеты влазить. То есть, по сути, своей мужчине нельзя просто откладывать разговор. Нужно четко оговаривать сроки. И эти сроки нужно устанавливать соразмерно разговору. Мужчине не надо, то есть, мужчине надо просто сказать, что давай вот назначим, так, сейчас, подождите. То есть, ему не просто надо сказать, что, дескать, давай позже обсудим, да, а обознатить конкретную дату. Не через год, не через десятилетие, да, а вот четко там день, два, три, вот приблизительно так. И очень важно мужчине самому вернуться к этому разговору. То есть, это вот очень важно. То есть, если сам мужчина назначил, то, соответственно, ему и возвращаться к этому разговору. Вот эти два аспекта важных. Мужчина назначает разговор и к нему приходит. Почему так? Потому что мужчина таким образом выглядит мужчиной, то есть, ответственным, решительным и так далее. А для женщины это важно. Мы будем как раз изучать по инстинктам, почему. Потому что это как раз критерий высокоранговости мужчины. А если он уверен по-всякому, это вот тоже у ней тут же сразу значок к нему, что этот человек, ну, такой вот, по критериям инстинкта спускается ниже по лестнице. Не очень хорошо. Что делать, если мужчина сам не ставит срока? Ну, вот бывает, убегают люди, да. Помогите ему, женщины дорогие. Спросите его о сроке сами. Пусть додумает и решит, когда вернется к этому разговору. Можно прямо спросить. Дорогой мой, я тебя понимаю, тебе тяжело. То есть мы как бы подстраиваемся к человеку, да. А потом спрашиваем, дня тебе хватит? Ну, или два дня тебе хватит? Без ехидства, без каких-то вот, вот зажатых каких-то вот, ну, как стенки прижать, да. А вот спокойненько, спокойненько, вот очень говорим. Сначала понимание включаем. Я тебя понимаю, тебе тяжело, что-то тебе как-то, что-то тебе гнетет или так далее. Потом сами ставите срок. Люда, 99,9 мужчина забудет. Напомнить, мягко напомнить, это Людочка. Это тоже, кстати, негативный, негативный уже такой перевод, что все мужчины таковы. Друзья мои, везде есть исключения. Ну что, если мы меняемся сами, мужчины меняются чудесным образом. Это я знаю по себе. Ну, и таксиома. Так что, так что, смотря, как напомнишь. Если, конечно, прижмешь и как-то это, ты помнишь, что я мне обещал, да, еще вот на скале там высечь где-то эту дату. Все зависит от вашей поддержки, от вашей интонации. То есть здесь вот важно очень-очень мягко и очень, мягко, но настойчиво, скажем вот так. И, главное, пробуйте, потому что, понимаете, по-разному всегда получается с тобой. В общем, все по-разному. Итак, друзья мои, рекомендации женщинам. Первая рекомендация – это просьба готовить мужчине короткими фразами. Как команды, инструкции. То есть нужно сделать вот это. Когда сделаешь? Вот тот же срок и ставишь. Допустим, он сказал, поставил, то есть срок озвучил, и сами с шуткой, кстати, и спрашиваете, а что сделать мне, если в этот срок ты не выполнишь? То есть какое наказание тебе придумать? Шуткой, шуткой. Не надо вот всерьез, да? Если, кстати, он не начал вот в этот срок, очень хорошо Люда все-таки сказала, то выстраивать уже формат, то есть конкретно без слов. Вот нотаций не надо. Напоминание один раз можно напомнить. Дорогой, ты помнишь, у нас сегодня какое-то мероприятие было, которое ты мне обещал? Он, допустим, вспомнит, ой, слушай, да, действительно, скажи, дорогой, я уже все приготовила. То есть выстроить формат – это что? Можно, например, как вариант, начать самой делать то, что он обещал в тот срок. Если он рядом, естественно, если его нет, то бесполезно. То есть если нормальный мужчина, он прибежит и начнет помогать вам. Допустим, взять молоток, взять гвоздь, если полку начинала прибивать. Типа ты начинаешь, и у тебя и плохо получается. Он прибежит на стук, и все равно начнет помогать. И только без упреков. А, вот, ты забыл. То есть очень важно сказать, «Дорогой, ой, ты вспомнил, какой ты молодец!» Подкрепить его вот эти первые позывы к тому, что он собирается вам помочь. То есть это очень важно. Вот я говорю, все зависит много от женщин, как они вот это самое все преподнесут. То есть и второе, вот очень важно формат выстроить, как я говорила, это подготовить что? Значит, червей, удочку, привести его к месту рыбалки даже. То есть это вот, если метафора такой, да? Если, допустим, вам куда-то надо ехать, что надо сделать? То есть буквально подготовить все. Если какая-то встреча, заранее со всеми договориться. Если там надо какое-то такси вызвать, вызвали такси, или там машину подготовили, каким-то образом. То есть подготовить все так, чтобы ему было просто-напросто завязать шнурки на ботинках, одеть костюм и выйти в люди. То есть вот приблизительно так. И не надо вот здесь, вот знаете, у нас как включается, типа, почему я должна все делать, вот за мужчину. Но если вам достался такой, можно сказать, неактивный муж, такой, знаете, пофиг концентрированный, ну, наверное, или тогда живите, выстраивайте его под себя, вот под, даже не под себя, под ваши общие задачи. Вот так будет вернее и экологично. Или тогда разводитесь, потому что, ну, вы же сами его выбрали, да. Хотите, ищите такого, который за вас все будет делать. Ну, как правило, если который будет все за вас делать, он, как правило, и ваши дела за вас тоже сделает по своему тому, как вы хотите. Вот здесь такие тоже интересные, хорошие грабли. Вот. Сашенька пишет, а будут такие упражнения с музыкой? Сашенька, я не поняла, музыка сегодня у нас просто так работала, это для хорошего фона. Вот. С музыкой у нас сегодня точно не будет, у нас будет немножко другое. Там будет такая писанинка у нас небольшая. Вот. Про формат. Значит, как бы я сказала, то есть подготовить женщину, вот, со мной формат максимально. И третий вот пункт для женщины очень важно. Ну да, ну да, а что делать-то? Если, как я говорила, если дома лежит, пофиг концентрированный. А выстраивайте, выстраивайте формат. По-другому здесь никак. Вот. Потому что мотивировать очень трудно, вот, чтобы он сам встал, и все от нуля до последней корочки сделал. Хотя тоже можно. От женщины мудрой очень много все зависит. Женщина – это шея, мужчина – голова. И это мы тоже, кстати, будем проходить. Итак, друзья мои, третий пунктик очень важный. Если мужчина пришел мрачно и молчит, и очень важно не доставать своими расспросами. То есть один раз ему сказать, ну, чтобы он вас услышал, а не как радио. Знаете, бывает, много-много женщина говорит, мужчина отключает свой внутренний аппарат, и он не слышит то, что говорит. То есть он, ну, вот так вот, знаете, вот радио там что-то говорит и говорит. Это очень часто у мужчины. Вот это защитный механизм, кстати, такой. Поэтому надо мало говорить, но четко. Так вот, если он пришел мрачный, достаточно один раз спросить. Дорогой, что-то случилось? Ну, допустим, он вам сказал, да. Спросить так. Если тебе важно это озвучить, я всегда готова тебя выслушать и поддержать. Вот здесь очень важно. То есть выслушать и поддержать. И добавить, что бы ни произошло, я всегда на твоей стороне. Мужчины не рассказывают зачастую потому, что, во-первых, это как бы он считает, что он сам справится. Это первое. Но это даже не главное. Не рассказывают женщины очень часто потому, потому что женщина начинает упрекать мужчину. Женщина начинает говорить, а, я же говорила, а зачем ты так поступил? То есть здесь не поддержка идет, а наезд. Вот если наезд постоянно происходит, то мужчина замолкает, и он не рассказывает женщине какие-то вещи такие важные. То есть здесь надо все... Женщине грамотно подходить к этому. То есть что бы она не услышала, сначала все-таки выслушать, без вот этих эмоций, может быть, где-то внутри оставить. Просто-напросто поддержка главному мужчине. То есть ему важно, чтобы его услышали, что его поддержит, и в любом случае ему помочь. Так, что там Алекс пишет? А как дать понять женщине, что не хочешь говорить, но чтоб не обидеть их? Ну, ее. Я поняла, Алекс. Вот здесь надо женщину познакомить с мышлением, как мыслит мужчина и как мыслит женщина. Хороший вопрос, Алекс. Давайте вместе подумаем. Кстати, у кого... Вот хороший вопрос к женщинам. Женщины, ну-ка, давайте включайтесь все. Как ответить на вопрос Алекса? Потому что разные варианты, они могут быть полезны, потому что один вариант не пройдет, второй тоже, а вот третий может пройти. Или вкупе каким-то образом дадим несколько вариантов мужчине, чтобы он уже разговаривал с женщиной. Девчонки, включайтесь. Ну-ка, давайте подумайте. И мы как раз сейчас ответим на этот вопрос. Очень интересный, очень важный, очень нужный для мужчин. В принципе, он вытекает опять же из того, что я рассказала. Ответ. Это то же самое можно озвучить мужчине, по сути своей. То есть, получается так, что сказать, дорогая, у меня сейчас неприятность. Мне очень важно сейчас обдумать какие-то там нюансы и решить какие-то определенные вещи. После этого я тебе обязательно все расскажу, ты не додумывай сама, все будет хорошо, но мне нужно все обдумать и побыть одному. Мне это важно. Пойми меня, пожалуйста, обнять, поцеловать и все. То есть, в принципе, вот так. То есть, дать срок, опять же, поставить срок, что я обязательно вернусь к этому разговору, вот как я говорила в начале, да, потому что женщине важно все-таки вот сроки, чтобы она знала их, да. Ну и грамотно выстроить срок, чтобы потом действительно поговорить на эту тему. Ну вот, Люд, вот если бы тебе так сказали, смотри, прости, не хочу об этом говорить, вот твоя реакция, сама себе примени. Тебе нормально так? Потому что, мне кажется, не знаю, ну, может быть, кстати, тебе нормально, а может быть, не всем женщинам так подойдет. Мне важно, я думаю, что здесь как раз вот важно женщине поставить срок, но рассказать обязательно о своих чувствах, Алекс, сказать, ну там, я не знаю, Татьяна, да, меня сейчас на душе скребут кошки. Очень важно озвучить свои чувства. Вот. Мне очень плохо, потому что случилась там очень какая-то неприятность. Я не могу сейчас ее озвучить, потому что много нюансов. Я тебе обязательно через какой-то промежуток времени расскажу, вот, и так далее, и так далее. Ну, что-то типа такое. Так, Сашенька пишет, мне нет, я уважаю своего мужчину. Так, Людочка пишет, я уважаю своего мужчину. Ну, вот видишь, для тебя это приемлемо. Я же говорю, у всех разное восприятие. Для тебя это нормально. Ты вот знаешь, что вот это вот, ну, ты вообще подкованная. Если так сказали, для тебя нормально. Женщины бывают разные. Так, Алекс, ну, мы же знаем, что женщина это не остановит. Опять же, все по-разному. Я думаю, вот Люду остановит. А если четко вот этот формат задать, если она опять начинает давить, ну, как-то ей дать прочувствовать, чтобы она остановилась. Но глупо и истерично не остановит. Ну, друзья мои, ну, конечно же, люди разные бывают, и есть психически даже неуравновешенные люди. Естественно, их ничем не, ну, как сказать, не остановишь. Есть разбалованные, есть манипуляторы, есть, которые будут давить на жалость, внушать чувство вины, там, ты все время меня так, это. Мы, кстати, будем это изучать. Как уйти от этих манипуляций. Это будет тема следующего вебинара. По-моему, следующего или последующего. Вот я не помню, какого. по этому. Тоже будем как раз от манипуляций вот таких, работать с такими манипуляторшами. Это очень, кстати, тоже интересный вопрос. То есть, если не отстает, раз, два, три, то это, в принципе, уже идет манипуляция. Женщина хочет добиться своего. Так, ну вот, как бы мы приблизительно прошли половиночку нашего вебинара. Вторая половиночка у нас будет тоже такая интересная. Чай будем пить или как? Потому что у нас материала много. Я даже не знаю, сегодня как мы уложимся в два часа. Ну, я думаю, что закончим на там, где мы закончим. У нас, как говорится, пять дней, то мы будем дальше двигаться. Итак, друзья мои, ну вот эти все равно, друзья мои, вот эти вот упражнения для себя, возьмите на заметку. Вот они настолько меняют отношения полов, они вот действительно помогают. Помогать, во-первых, понимать, во-вторых, разговаривать на языке мышления своего партнера. Так, можно без чая. Ну, давайте, кому надо, сбегайте за чайком, рядышком попейте, потому что действительно у нас сегодня тема такая глубокая, очень интересная. И переходим мы к социальной иерархии. Я сейчас немножко хлебну водички. Кто-нибудь из вас читал трактат о любви Протопопова? Так, очень хорошо. Ну, в том плане было бы хорошо, если бы еще читал, но если нет, тогда будет вам интересно. Ну, а кто читал, то тот закрепит. Здорово. Итак, социальная иерархия, ранги особей. Начнем с этого, потому что это основа, это фундамент для понимания, как женщины выбирают мужчины, мужчины, как выбирают женщины. Ага, Люда тоже нет, но Люда приблизительно по ним знает, потому что она читала мою книгу. Кто инопланетянин больше, мужчина или женщина. Там, в принципе, краткое содержание, но очень краткое. Это вот прям, я не знаю, самая-самая сжатая такая версия. Итак, начнем с иерархии. Без нее вообще никак, потому что это основа поведение людей в социальных группах и, соответственно, в отношениях. Человеку, как и всем групповым животным, присуще образовывать социальные структуры, поведение которых регулируется соответствующими инстинктами. Все живые существа разделены от природы на следующие иерархические места – ранги. Ранги в группе. Их принято обозначать следующими буквами. Это уже многие все знают. Альфа – высокопоставленная, высокоранговая усыпь. Омега – низкопоставленная. А посередине разнообразие среднеранговых. То есть самое-самое широкое там. Самое, наверное, большое. Если процентным соотношением брать, то высокоранговых, альфа таких, их где-то приблизительно процентов, наверное, 10, не больше, как ученые утверждают. Омеги – это тоже такие совсем низкопоставленные, низкоранговые люди. Но тоже где-то процентов, может быть, 15-20. Ну вот посередине где-то все среднеранговые. И тоже там идет своя градация. То есть там тоже не просто так все ровненько. высокий ранг чрезвычайно важная вещь для выживания особи. То есть начинаем с животного уровня опять. От него сильно зависит качество жизни, а порой и вообще само выживание. Поэтому каждый особь стремится повысить этот ранг. Основа рангового потенциала дается каждой особи еще с рождения. Это подтверждает и этология, и другие науки, и психология. Ну вот например та же методика 7 радикалов она это точно утверждает. И то есть человек рождается с заданными качествами характера. И по сути это действительно подтверждает сама жизнь. То есть если повернуться и взглянуть на прошлое человечество, то во все времена рождались лидеры, именно те, которые действительно были лидерами, ну где-то процентов 10 из всей массы всегда, во все времена. И вот где-то 10-15 процентов патологии, то есть как бы их не уничтожали, вот как допустим Гитлер уничтожал больных, кривых всяких, психически больных кстати, они восстанавливались природой за короткий срок после того, как были уничтожены. то есть в принципе природа сама регулирует вот эту процентную ставку, скажем так. То есть это вот врожденный, врожденный или лидер альфа, или среднеранговый, или вот омега совсем никакой. Будем характеристики как раз проходить, что же это такое. И кстати ранг, вот сейчас еще замечу, что ранг слабо меняется в ходе воспитания и образования. То есть однако сам является пучковым механизмом для самовоспитания и самообразования, что самое интересное. То есть если ранг изначально врожденный есть и попадает человек в определенную среду, то он обязательно там будет уже лидирующим началом. То есть будет обязательно альфой. Не важно это какая социальная группа, маленькая, то есть вот от самой маленькой, от группы детей каких-то, да, подростков. И также это будет совершенно большая такая группа социальная вплоть до президента. Алекс там что напишет? То есть каждый усыпь пишет осыпь противоположную полу, подобные своему рейтингу, рангу в соцсфере. Очень близко, очень близко, но все по порядку, идем туда, куда надо. Алекс очень близко, горячо, скажем так. Не все так просто, если было все так просто. Итак, надо то есть вот у важно знать, что одну немаловажную составляющую. У многих особей есть ранговые возможности. То есть по сути вот у альф есть возможность, способность реализовать желание стать доминантом. Это как раз есть альфы. Из таких получаются хорошие выжаки, лидеры. у них есть возможность и способность реализовать вот это желание. То есть у них сильнейшее желание это от рождения. Оно проявится везде в любой группе. И характеристики вот вожака, лидера, альфы, высокоранглого. У него есть набор инстинктивных программ, позволяющих ему управлять стадом, племенем, группой. Ну вот прямо от животного уровня до нашего одинаково везде все то же самое. То есть контролировать высокоранглого. Повышенная конфликтная устойчивость у них, высочайшая уверенность в себе, высокая самооценка, очень часто неадекватная реальности. Властные интонации, способность манипулировать отдельными особями и даже группами. В инстинкт вожака включается также ответственность и управление вот этими группами. Вожак бдительно следит за обстановкой, поднимает тревогу в случае опасности и защищает свое стадо, племя, группу и так далее, возглавляя отряд самцов. То есть кто под ним. Это очень хорошо на группах подростков и так далее, по таким вещам смотреть. По всем структурным. Это может быть, кстати, и рабочий коллектив, и все что угодно. Любая социальная группа. Кстати, вот такой вожак в самках имеет неограниченное с ними самками имеет... То есть все самки стремятся к такому вожаку. Они видят, что он лидер. Естественно, с позиции инстинктов они считают это перспективный, хороший особь для продолжения генов. То есть все самки стремятся туда. Это ключевые моменты, которые, кстати, будут характеризовать, как выбирает мужчина и женщина. То есть у них всегда в самках есть неограниченное выбор, скажем вот так. Других самцов он по возможности от самок отгоняет, и высокоранговым мужчинам добиваться женщин не нужно, потому что... Или вот минимум усилий прикладывать, потому что они так хороши, высокоранговые, с точки зрения древних инстинктов, и женщины сами на них охотятся, по сути своей, то есть сами предлагают себя. И подают высокоранговому самцу всяческие знаки, что они готовы на отношения и так далее. У среднеранговых особей меньше ранговых амбиций. То есть у них желание занять более высокое положение ранг есть. То есть чем отличается высокоранговая от среднеранговая? Желание есть, а вот возможностей уже поменьше. А что это значит? То есть природный потенциал опять же в силу внутренних условий, заложенных через типологию, через характер, у вторых не хватает. Их ранговые амбиции не подкреплены ничем и ни на чем не обоснованы. Это всего лишь иллюзорная ширма такого высокого ранга может быть. То есть они могут показывать себя, что такие не петушки, но как дело коснется с настоящим рангом, естественно, он дальше не пойдет, потому что он не устойчив к конфликтам. Вот почему. Естественно, пасуют перед настоящими доминантами. Среднеранговые индивиды менее ответственны, чем вожак. Они контролируют низкоранговую добиваются благосклонности самок подкормкой. Что это значит? Человек вот разумный, не единственный биологический вид в животном мире, самцы которые привязаны сексом к самкам. и вынуждены его добиваться секса, естественно, путем ухаживания и кормления самки. И все мы знаем, куда надо женщину сводить, мужчину, в ресторан и так далее, и так далее. То есть это вот такой ритуал интересный идет с животного уровня. То есть там вот обезьянки обязательно, то есть среднеранговые обязательно приходили к самке тогда, когда высокоранговый самец убегал куда-нибудь на охрану своих территорий, они приходили с бананом, давали банан и таким образом самка давала, если не видит высокоранговый, немного секса среднеранговым. Вот так это все происходило. Так вот интересно, как говорится, с древних времен приветы. Ну и когда вожак слабеет, то самый сильный и среднеранговый занимает его место. И у него включается инстинкт вожака. То есть есть переключение у каждого человека с среднеранговой на высокоранговость, с низко среднеранговой более высшее и с низшего тоже может включиться среднеранговый такой инстинкт интересный. То есть это тоже включается, но при определенных внешних условиях. Ну и низкоранговые особи это омеги. Борьба за высокое место ранг им вообще неприемлема, они более уступчивые, ну практически уступчивые. Такой индивид постоянно пытается уклониться от борьбы. Низкоранговый имеет очень низкую самооценку, боится среднеранговых, боится выжака, о самках только мечтает. При попытке совокупиться самкой отгоняется самками и среднеранговыми самцами, то есть всеми, кто вообще в стадии имеется. То есть жизнью не дорожит, о себе не заботится, угождает высокоранговым в надежде на их благосклонность. Ну и конечно про самок даже не мечтает. В отсутствии прессинга занимает позицию среднерангового. Ну это очень редко и как правило им неохота самим туда и лезть. В связи с чем у него включается соответствующий набор инстинктов. То есть опять инстинкт как бы меняется. вот низкоранговый в основе своей являются альтруистами. Но это как исключение бывает и немного по-другому. У них постоянно отнимали ресурсы и половых партнеров в прошлом, когда они были там еще бегали древними людьми. И это закреплено в генах. Оно передается вот так генетически от одного к другому человеку. И в основном они в племенах выполняли основную работу в социальной группе и являлись жертвенной частью для выживания вида. То есть они если надо было и кинуть его врагу и большую часть работы он выполнял за других и так далее и так далее и так далее. Но кстати это не значит что среди них вот такие трудяшки и вот такие прям вот замечательные и прям такие покладистые. Среди них часто попадаются мерзкие типы. Также надо понимать что не все надо понимать что не все доминанты хамы как правило но высокоранговые и высокопримативные к чему мы чуть ниже спустимся это всегда так. Такие вот назойливые настырные и так далее высокоранговые. Вот то есть доминантность это не всегда агрессивность это мы сейчас пройдем но высокоранговый почти всегда эгоист он преследует только свои личные интересы вот это надо важно это помнить то есть высокоранговый это всегда эгоист он думает только о себе о своей личности а мы сейчас идем дальше по поводу этому больше мужской особь мы проходили а есть социальные иерархии ранги особей у женщин вот разные этологи по-разному говорят допустим некоторые говорят что у женщин вообще нету вот этой ранговости а некоторые утверждают что есть ну вот например протопопов на него я буду ссылаться он говорит что в природе ранг самок напрямую зависит от ранга самцов то есть в чем она племени в чем она стадия можно перенести так же кстати и на человека то есть если женщина замужем за высокопоставленной личностью то соответственно ее ранг тоже автоматически растет вот и она вращается уже в кругу вот этих высокоранговых личностей и там тоже кстати может свою какую-то роль играть если же женщина отдельно без мужчины добилась какого-то социального ранга то как правило таких женщин воспринимает мужчины не очень хорошо это говорят такой конь с яйцами простите меня за выражение женщины милые это вот народная такая поговорка да вот это как правило уже не видят в них мужчину соперника то есть вот здесь вот очень это важно понимать вот а мы идем дальше то есть вот здесь вот в большей степени конечно ранг женщина то есть если она под мужчины то она соответствует рангу мужчине а если она одна то есть вот как вот да помним мой служебный романс женщина сама добилась директора и так далее то ее воспринимает тоже как мужчина не всегда это хорошо для отношений а вот здесь сейчас мы с вами перейдем к примативности индивида кто знает что это такое ну Люда я думаю знает дайте мне обратную связь примативность не примитивность а примативность ага мы это будем различать два понятия что такое примативность и что такое высокоранглость эти две вещи которые идут параллельно одно другое дополняет это как типология так если никто не знает напишите мне поставьте минусы чтобы мы шли дальше а а а алекс не знает будет как раз новости новости много интересного узнает ну ладно пока если кто пишет дальше идем примативность вот здесь определение у меня написано через а от латинского первоначальный это понятие ввел именно этолог протопопов это степень влияния инстинктивных мотиваций то есть программ на практическое поведение у разных представителей рода человеческого это взаимовлияние будет серьезно варьироваться то есть у примативных людей влияние негативных инстинктивных программ кстати бывает есть негативные инстинктивные программы есть позитивные вот скажем все таки тоже будем различать что хорошо что плохо то есть это не значит что человек по инстинктам живет и значит все плохо мы 90% живем по инстинктам и это хорошо а вот есть негативные инстинктивные программы вот как раз о них мы и будем говорить Значит так, у премотивных людей влияние негативных инстинктивных программ через эмоции будет больше над рассудочным сознательным поведением. У высокопремотивных индивидов эмоции будут превалировать над логикой и рассудком. Такой человек раб своих чувств, импульсов, настроений, ведущийся на голос своих инстинктов. Это какие инстинкты там, допустим, защита территории, своего статуса, своей женщины, самооценки. И это будет такими методами, можно сказать, не цивилизованными защита. То есть получая сигнал из внешней среды, он охотно ведется на инстинктивные проявления. Вот в премотивности это вот скорее, если вот так в простонародье посмотреть, то это скорее выглядит как эмоциональность и импульсивность. Вот низкопремотивный человек, даже испытывая эмоции, будет руководствоваться в своих действиях рассудком и логикой. Он даже испытав сильные эмоции, способен поступить им вопреки. То есть он как бы сдержит это, а сделает все-таки по рассудку, все разложит по полочкам. Это вот низкопремотивный человек. Если некто почти не подвержен влиянию своих инстинктов, живет только рассудком, вот низкопремотивный, то вот, например, я тут специально привела картинки, чтобы вам было более понятно, да, то вот такие люди, они вот очень часто считаются не очень интересными, потому что вот у них эмоции не бьют и так далее, и так далее. То есть они в народе как-то вот не очень, ну, воспринимаются вот, ну, интересно. С ними неинтересно типа разговаривать и так далее, и так далее. Вот сейчас мы немножко разберем по, вот прям вот, чтобы вы понимали, как это все сложить, высокоранговость и вот эту примативность. То есть ранговость и примативность, как она складывается. И, кстати, снижение примативности, то есть жизни по инстинктам, в принципе, у нас стоит как явно генеральная линия эволюции, хоме сапиус. То есть он все-таки должен снижать вот негативные реакции инстинктивные в жизни и больше на рассудок, больше на какие-то вот такие разумные вещи опираться. Итак, низкопримативные люди, вот, как я сказала, не всегда благоприятно воспринимаются окружающими. Их, бывает, находят скучными, пресными, непонятными, хотя им могут быть вовсе не чуждые эмоции как таковые. То есть внутри у них может испытываться запросто, очень. Но вот они никак их не проявляют. И наоборот, высокопримативный человек, весьма ведущийся на голос инстинктов, может восприниматься как яркая, интересная и захватывающая личность, с харизмой, вот так в народе говорят. Высокопримативность действия по инстинктам – это первобытные критерии идеалов как мужчин, так и женщин, кстати. Поэтому инстинктивно люди к ним тянутся. Например, вот высокопримативный, если человек, да плюс еще высокоранговый, то есть это вот две таких верхушки, да, это всегда тиран. Это Гитлер, это Сталин, это вот такие типы. Если ранг пониже, а высокопримативность высокая, это тиран со статусом пониже. Это может олигарх, который будет гонять своих там жены и кого-то подчиненным, и который вот все под себя гребет. Такой эгоист с большой буквы. Если низкий статус еще меньше, а высокоранговость высока, это может быть вот домашний тиран, то есть это вот просто в домашних условиях будет женщину и всю семью гонять и строить. А, кстати, есть еще вот асоциальный тип. Это вот вор в законе. То есть если, допустим, он попал в эту среду, наклонность есть такая, да, то есть он опять же высокопримативный, высокоранговый, но на определенной ступени социальной. То есть там интеллекта не особо много вот такого, чтобы пойти куда-то развиваться в политику или еще что-то. А вот они вот на этой ступени становятся вот такими. То есть высокоранговость и высокопримативность – это всегда эгоизм в большую букву и всегда тирания, как правило. То есть вот это вот прямо точно, знаете это. И, кстати, такие люди привораживают, вот вроде люди тянутся к ним, но потом, как правило, очень хлопот с ними много, проблем и даже трагедии. То есть вот это вот точно. Итак, на бытовом уровне примативность воспринимается как эмоциональность, импульсивность, но не всегда обязательно, кстати, без культурья. Вот недаром среди высокопримативных людей так много деятелей искусств. Вот я как раз здесь картиночку изобразила. Вот кто у нас тут? Киркоров, да, и этот, как его, высокопримативный у нас тут, как его, господи, с длинными волосами-то я тут картиночку поставила. Вот, джигурда, да, да, спасибо, Марин. Джигурда, да, то есть вот они такие, да, вот они притягивают внимание, но в то же время с таким жить это невозможно, да, или как-то общаться, то есть кидать апельсинами, или тот же Киркоров, да, какая эмоциональная личность. Но может и послать как хорошо, да, и так далее. То есть это вот как раз они относятся к этим высокопримативным, но они здесь не высокоранговые скорее, а здесь среднеранговые. Все-таки ранговая статусность у них пониже. Вот. То есть мужчины в общей массе, кстати, менее примитивные. То есть вот эти вот особи, которые я вот показала, то есть индивиды, да, особи, не будем уж мы их так называть, индивиды, да, они все же такие высокопримативные, то есть яркие, харизматичные. И здесь они больше живут чувствами, эмоциями, инстинктами, вот по иерархической структуре вот это все живут, так далее, так далее. Но мужчины в общем массе менее примитивные, то есть меньше живут по инстинктам, больше доверяют рассудку и на него рассчитывают. А вот женщины более примитивные, живут чувствами, эмоциями, инстинктами. И как раз вы убедитесь и по окончанию нашего тренинга, что это так. Потому что мы будем разбирать каждый инстинкт. И у женщин они активированы гораздо больше. И женщинам рекомендаций здесь гораздо будет больше. Вот что самое интересное. Время у нас так бежит-бежит неудержно, но будем двигаться дальше. Молодцы. Итак, помним, разделение на ранговость и примитивность, все это описано среднестатистически. Если подходить индивидуально, то вариантов сочетаний может быть множество. Все зависит от уровня личности, типа характера, свойств нервной системы, воспитания внешней среды, куда без нее. И нравственности, кстати, в том числе. Это тоже очень важный критерий. И, кстати, тоже она в человеке врожденная или она изначально есть, ее можно довоспитать еще больше. Но вот если ее изначально нет, никто ее привить не может. Это вот точно. Примитивность, она является обобщающим понятием, показывающим среднюю силу всех инстинктивных программ поведения. Однако таких программ, кстати, очень много в человеке, в том числе и противоречащих. И мы как раз и будем их изучать. Когда женщина хочет одно, рассудком, а инстинкт диктует другое. А в итоге получается вообще в жизни третье. И мы сейчас это проверим. Друзья мои, сейчас будем писать. Готовы ли? Можете приготовить листочек с ручкой, а можете, кому в электронном виде удобно. Что мы делаем? Сейчас мы будем, особенно это для женщин важно. Для мужчин даже, кстати, интересно, но не так. А может и интересно будет. Что же я заранее-то пугаю? Вы пишите по приоритетам, кто нужен вам. И кто нужен, по вашему мнению, допустим, мужчине. Так как у нас больше здесь женщин, то выписывайте сначала качество по приоритетам. То есть желаемый муж, допустим, первый приоритет. Красивый, физически крепкий. Второй там смелый. Третий, энергичный. Четвертый, умный и так далее. Мужчины пишут наоборот. Желаемая жена. Красивые, туда-сюда и так далее. Можете свои дополнять. Можете просто отсюда выборочно брать. Может быть, все возьмете отсюда. Но очень важно этот список пока приблизительный составить. Он будет, кстати, очень важен для начала тренинга. Мы сначала вообще описываем, что вы хотите. Потом в конце тренинга вы тоже себе уже составите список. Но может быть, уже будет он как-то варьироваться. И может быть, другой. А еще этот список нужен для того, чтобы люди... Что значит волевой? Ну вот воля... Алекс, каждый человек вкладывает свое понятие в любое слово. Что вы вкладываете в это понятие волевой? Я, например, вкладываю воля. Это что он захотел и добился. Приложил. Даже, допустим, не хочет. Но воля понимает, что надо. И добивается. Свобода выбора. Свобода выбора. Это вот чисто под волей, да, понимаете? Свобода выбора. Ну, тогда, я думаю, по своему понятию и писать. Да? Свое понятие вкладывать. Потому что, опять же, я говорю, человек, внутренний мир его так индивидуален. Да? Он так разные понятия вкладывает в каждое слово, что в итоге получается разная картина у всех людей. Поэтому пишите по своим внутренним понятиям, что вы вкладываете в него. Сколько времени вам дать на это? Семь минуточек вам хватит? Если хватит, вы знаете, кто как напишет, давайте вы мне поставите плюсики, что я написала. И важно, наверное, первое, второе, третье тоже озвучить. То есть не просто пишите, а под номерками. А я пойду сейчас за водичкой схожу. Мне водички надо. Я уже два стаканчика выпила. Так, ну, 30 минут у нас. Я думаю, мы с вами сегодня должны успеть. Очень важно там закончить нам. Людочка, еще раз, сколько пунктов написать? Люд, сколько ты считаешь нужным? То есть, допустим, то, что считаешь, критерии, и главное, по приоритетам выстраивайте. То есть первое, доброе, абсолютно, как вы считаете нужным. Что-то можете отбрасывать, если вам неинтересно. То есть, во-первых, выстраивайте по приоритетам. Допустим, вот первое, трудолюбивый, первое ставите, если вам это интересно. Что не нужно вообще, вычеркиваете. То есть не пишите. Пишите, что нужно, и по приоритетам выставляете. Но приоритеты, кстати, можете потом выставить. Первое, второе, третье. Хотя бы выпишите то, что вам нужно отсюда. Если чего-то не хватает, то можете дописать сами. Свою какую-то, свой критерий. Понятно? Это, кстати, очень полезно. На будущее составлять такие вещи, чего хотите от мужчины, какого вы его видите, и хотите женщины. Но здесь будет интересная сейчас штучка такая. Давайте, давайте. Делайте, пишите. Кто как напишет, поставите плюсики. А я пойду пока за водичкой. Ладненько? Продолжение следует... 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 Так, друзья мои... Алекс, смотрю, написал. Молодец. Кто еще, да, написал? Кстати, вот интересно, Алекс, а если можно выложить это в чат? Ага, Людочка написала. Мне просто интересно, как мужчины это... Вот женщина предсказуемо напишет. А вот как интересно мужчины это напишет? Кстати, Люд, если есть желание тоже выложить в чат, тоже интересно будет. Или ты на бумажечке? Так, ну ладно, тогда да, тогда это нереально. Хорошо. Вот, а так интересно посмотреть эти критерии-то. Можно отдельно их написать? Или их много? Алекс. А то мы тут пишем, пишем, и тут, видишь, совершенно не совпадает с мнением мужчины. Мы, как говорится, отбиваемся от реальности. Уходим от реальности. Ну хорошо, ладно, ладно. Я так и назову его, да. Идем, значит, смотрите. Идем, что самое интересное дальше. Самое интересное начинается дальше. Критерии полового отбора мужчинами. Поскольку возможности роли самцов и самок в этом процессе существенно различны, то и поведение критерия отбора должно соответственно различаться. Зачем природа заложила в самцов стремление к максимальной частой смене партнерш? Не буду задавать сейчас вопрос, хотя если вы знаете его, напишите, будет здорово, потому что времени просто мало. Мы будем рассматривать этот вопрос масштабно с позиции природы, а не частности. Представим себе, что у одного мужчины появился каким-то образом генустойчивости. Так, подождите, сейчас, сейчас, я не туда. Что-то я махнула один слайд. Ага, точно. Перемахнула и фигачиваю. Так, значит так, смотрите, левый граф отображает ценности семейной жизни. Да. Это, да, у мужчин. Мы больше здесь рассматривать будем по мужчинам, то есть как женщина выбирает. Левый граф отображается ценности семейной жизни. Это критерий хочет рассудок. Разум говорит, что за ним будешь как за каменной стеной. Это по этологии. Ага, потому что у всех может быть тоже по-разному. Первые первобытные идеалы – это черты, те черты, которые хочет сердце. Инстинкты говорят. То есть правая, правая, правая колоночка. Первобытные идеалы. Инстинкты говорят, что это хороший, генетически правильный претендент. В этом списке требований рассудка инстинкта видится главная причина затруднений людей в поисках супруга. То есть, как правило, женщины хотят в одном флаконе все вот эти качества совместить. В природе, в реальности это вообще несовместимо. То есть если низкопримативные вот в левой колонке – это совершенно те люди, которые, как правило, не интересуют женщин с позиции инстинктов. А вправо это как раз интересует. У них отсутствуют вот эти характеристики низкопримативных. А женщины, как правило, хотят все сразу. Вот это и это. И, что называется, выбирают, как правило, по вот этим критериям инстинктивных, именно вот таких, которые напористы, которые наглые, которые, можно так сказать, даже выбирают козлов таких, а потом удивляются, откуда они берутся. Ну вот, кстати, у мужчин критерии совершенно другие. Сейчас я балкончик закрою. Открылся. И критерии вот к этим мы подойдем сейчас вот как раз через один лист. То есть понятно, что женщины, как правило, хотят вот это все совместить. То есть они хотят идеал. А, как правило, из-за того, из-за вот этих характеристик, из-за того, что примативные и высокопримативные, низкопримативные, это совершенно разные характеристики, у них такой диссонанс получается. То есть они хотят вообще, ну, вымышленный, можно сказать, такой персонаж. И мы вот как раз сейчас перейдем к этому, что я начала, а потом поняла, что не туда пошла. То есть критерии полового отбора мужчин именно по инстинктам. По инстинктам. Потому что есть еще разум, который отсчитывает, то есть разделяет женщин для одних задач и для других. Итак, представим, что, то есть вернемся, зачем природа заложила в санцов стремление к максимально частой смене партнерш. То есть вот им нужно много партнерш, да, как можно максимально много. Представьте себе, что у одного мужчины появился каким-то образом ген устойчивости, например, к СПИДу, к раку, любой другой болезни. Ну, не важно, там вообще вот очень хороший ген. Крайне важно этот ген срочно распространить в популяции как можно шире. Ну, природа вот ставит такие задачи. А он взял и решил быть верным только одной женщине. Сколько она может ему родить, да? Ну, 10, максимум 20 детей. Это, ну, я не знаю, там, при вот таких совершенно как-то не реалистических задачах. По законам генетики этот ген получит только половину их. То есть даже вот тех, кто будет, половину только получит. То есть это, в принципе, попахивает преступлением перед видом. Это с позиции природы, с такого загомного масштабного взгляда. А вот если себя вести подобно султану, то вполне можно народить тысячу, две тысячи детей. И это уже кое-что. Так что общественное мнение не на пустом месте, столь снисходительно относится к мужской неверности. Почему вот мужчине можно, а женщине, кстати, нельзя? Да, есть такая поговорка даже в жизни. Вот это вот женщин прям всех волнует. И есть такой хороший притч. Рассказал один мудрец, одной женщина на него спросила. Понимаешь, дорогая? Если один ключ подходит ко всем замкам, это суперключ. А вот если к одному замку подходят все ключи, то это фиговый замок. Ну вот приблизительно так. Но это тоже близко к теме. Мы вот сейчас как раз это немножко раскроем. И так. И вот такая инстинктивная программа, которая заложена в мужчинах, она с биологической точки зрения, в принципе, оправдана и здравая. Самец не должен ограничивать свой половой экспансии на этой есть самке. Именно они выполняют эту задачу. Однако, забегая вперед, замечу, что природность – это вовсе не оправдание и не призыв к реализации именно этой тенденции у мужчин. Прежде чем опускаться во все тяжкие, все-таки мы дойдем до конца наш тренинг. Итак, друзья мои. Таким образом, инстинктивная цель брачного поведения мужчины – больше женских тел, хороших и разных. Это инстинктивная тенденция. То есть, что важно для мужчины? Это новизна, первое. Доступность – это главная реальность, шансов на доступ. Физические данные – молодость и красота, яркая, красивая. И все эти критерии находятся в равной степени у мужчин. Это инстинктивные критерии. Но такие женщины им больше нужны для серьезных, то есть, не серьезных отношений, а поверхностных. То есть, инстинкты призывают вот к таким критериям для развлечения. А для семьи они ищут совсем других женщин. Отбирай разум ему. Тут включается уже совсем другое. Им нужна скромная, преданная, верная, домашняя, интеллигентная, умеет владеть собой, то есть, своими эмоциями, справедливая где-то, добрая, заботливая и так далее, и так далее, и так далее. И в то же время очень любят некоторые серых мышек таких. Вот это вот для них очень хорошо, то есть, для семьи. То есть, у мужчины два критерия – для развлечений и для семьи. Вот приблизительно так. А у женщин, конечно, вообще там все вперемежку. И, Алекс, как вы считаете, насколько это близко к реальности и насколько это близко к правде? То есть, вот то, что я сейчас рассказала. Ну, в общем, может быть, у вас это совсем по-другому. У обычно продвинутых личностей, которые занимаются и психологией, и философией, и эзотерикой, и у них немножко все по-другому. Ну, вот в общем, в общем контексте. Вот, Алекс подтверждает. Это от мужчины хороший знак. Замечательно. А мы идем к критериям, критериям полового отбора женщинами. Кстати, женщины, милые мои девочки, а вы-то мне расскажите, насколько это правда. Тоже дайте обратную связь. Начнем здесь, опять же, с генов. Есть уникальный ген. Если, допустим, уникальный ген обнаружится у женщины. Вот про тот, который я рассказывала с мужчиной, с ПИДом, да, вот, или там раковый против. То есть женщина может каким-то образом вот этот ген, как она может распространить. То есть как она может сделать так, чтобы этот ген не канул в лету, да, а наоборот закрепился и размножился. В принципе, можно тоже увеличить количество детей. Но увеличится ли оно от интенсивной смены мужчин? Разумеется, конечно, нет. То есть чем она больше будет менять мужчин, то пострадает, соответственно, качество. То есть качество детей. А вот больше она все равно не сделает ни при каких условиях. То есть этот ген не распространит. То есть она, наоборот, еще свой уникальный ген, если у нее есть таковой, разбавит геном какого-то мужчины. То есть он, наоборот, у ней, ну, еще меньше станет. Вот, скажем так. То есть не зря же общественное мнение с гораздо большим осуждением вот относится к женской неверности. Это вот, да, природа прямо так заложена. И вот если женщина не разборчива в половых партнерах, не заботится тем самым, она, в принципе, о качестве своих детей. Это получается так. Именно поэтому такое суждение идет от общества. Причем это люди, как бы, вот этих основ, вот этих фундаментальных вещей, они не понимают. Вот есть такое поверхностное заключение. То есть есть факт, есть заключение. И вот как бы он так вот. Женщины все время обижаются. Почему им нельзя, а мужчинам можно. Именно вот поэтому. То есть понятно, да, почему эволюция вот так вот это все у нас сделала, закрепила в нас. То есть вот мужчина, пристроивший свои гены к некачественной женщине, практически ничего не теряет. Если завтра подвернется качественная женщина, он пристроится к ней и передаст свой ген дальше. Женщина, зачавшая от некачественного мужчины, может исправить свою оплошность очень нескоро, да. То есть когда она найдет другого партнера и когда она себе народит другого нормального ребенка. Вот приблизительно так. Ну вы молодцы, у меня все поняли, продвинутые. Приятно с такими работать. Спасибо, друзья. Итак, чтобы надежно закрепить свои гены в потомках, женщина должна усилить строгость отбора претендентов. Это по природе, по инстинктам. Чтобы не разбавлять свои предположительно уникальные гены, чем попало. Но чтобы было из кого выбирать, она должна нравиться по возможности всем мужчинам. И чем большее количество мужчин она нравится, тем больше у нее воздыхателей, тем, естественно, шире ее выбор. И идеал влюбить в себя всех, но допустить одного, самого генетически лучшего. А может быть даже и никого, если вот таких претендентов не будет. То есть биологическая роль человеческой самки заключается в поиске генетически перспективного самца. Осеменителем. Но в продолжении... То есть чтобы продолжить его генетическую линию, хорошую. Но еще, что важно для женщины, инстинкты ей диктует, она должна еще и управлять самцом-снабженцем для обеспечения себя и потомства. Причем от самца-осеменителя. То есть это может быть разный вообще мужчина. И она, как правило, ищет вот две таких сопоставляющих, могут быть они взаимоисключающие вещи. То есть, ну, по сути, мужчин. То есть ей нужно найти себе и прекрасного мужчину для ген, и чтобы он ее содержал. И вот это вот мы приходим сейчас к следующим очень важным инстинктам женщины, которые диктуют их поведение. То есть ей, что нужно, кстати, как ей привлечь это можно, этого мужчину? Как правило, по инстинктам. Естественно, конечно, через сексуальную привлекательность, то есть через сексуальный инстинкт мужчины. Она в большей степени, здесь вот женщина, она как приспособленка, движимая игрой вот этих животных инстинктов. Вот именно поэтому женщине более свойственен эгоцентризм. То есть цель инстинктивной брачной стратегии женщины – это больше мужских сердец, хороших и разных. Критерии отбора женщины и мужчины – это иерархический статус, в том числе визуальный. Кстати, он иногда не совпадает с реальным. Это такие павлины. Мы о них будем говорить в следующих вебинарах. Очень часто, да, это такие мачо, за которыми ничего не стоит. То есть мужчина, который может дать ресурсы воскаранговой. И гарантия надежность и стабильность. Материально, в первую очередь. На втором месте физические данные у женщины. Причем критерии отбора меняются в зависимости от обстановки внешних обстоятельств. Если одно есть, ей больше интересно второе. Если там другое и так далее, меняются. Так, Валерия Малеренко. Валера, добрый вечер. Под самый занавес. Ну, я думаю, что посмотришь потом в... Ага, да-да, самое интересное. Я думаю, что да, посмотришь записи, но мы еще пока не прощаемся. У нас еще есть там несколько слайдов. Так, так что очень приятно. Валерия, вовремя, вовремя. Лучше поздно, чем, как говорится, вообще не попасть. Алекс, но это противоречит выбору мужчины. Абсолютно верно, Алекс. Как хорошо, мы дошли до главной темы. Конечно, противоречит. Именно выборы одного партнера другого противоречат друг другу. Когда женщина, Алекс пишет, хочет увлечь за собой большую толпу мужчин, ее противоречит. Это противоречит их выбору, конечно. Но она-то по-хитрому это делает. Не так это... Сейчас мы это тоже немножко развернем. Хотя, вот смотри, Алекс, получается так. Когда, например, вспомним старые фильмы. Старые фильмы, когда... Допустим, есть какая-то... Сейчас, какой же фильм-то? Вот... Жестокий романс. Когда там вокруг собирались в одном месте, и там пела, да, у нас Гузеева. Гузеева, да, артистка замечательная. Вот, вокруг ей там все вились, вокруг все вились, да. То есть она, по сути... То есть она-то и не хотела. Это мама все время пыталась, да. То есть вокруг одной женщины много вьются всяких там мужчин. А она начинает выбирать. Ну ладно, давайте не будем забегать вперед немножко, потому что это все-таки у нас все идет. У нас все придет к тому, то есть к ответам на вопросы. Сейчас мы подойдем чуть-чуть здесь, и подойдем позже. Это тоже важно. Если что, напомните мне. Просто сейчас время у нас совсем-совсем на исходе. Но мы еще задержимся минуты на 20, если у кого будет желание. Потому что, мне кажется, надо закончить. У меня там еще несколько слайдиков есть. Итак, в принципе, в общем, эволюционный отбор, он преследует две задачи. Сохранение существующего генотипа вида и его коррекция для лучшей приспособляемости к окружающей среде. И оба пола выполняют все те программы, которые заложила в них природа через инстинкты. Но вот эти программы, которые, они совершенно разные. Вот в чем фишка-то. Они, можно сказать, противоречат целям мужчины и женщины друг с другом. Но по природе, вот оно как бы наоборот получается, что для природы они преследуют одну цель. Вот как бы так замудренно, но мы сейчас тоже вот разберем это. Итак, инстинкт женщины – забота, а не ее потомство. Женщины любят повелителей, а не просителей, как говорил Ницше. И сейчас мы это разберем. Итолог Протопопов утверждает, поскольку самки представляют гораздо большую ценность для популяции в общем, это всегда и всюду, а самцы рождаются в объективно избыточном количестве, то, следовательно, их персональная ценность самцов для вида гораздо ниже. Не будем забывать, что на мужчинах эволюции экспериментируют, как мы говорили, и все проверенное, надежное вкладывают в женщин. Для ускорения отбора, придавания ему качественной целенаправленности, нужен дефицит самок в популяции. А как его сделать? Друзья мои, вы уже, по-моему, знаете. Как сделать дефицит самок? И, кстати, он на самом деле есть. Все почему-то твердят, что мужчин, то есть как бы больше, да, и получается, то есть рождается мужчин больше, потом они где-то посередине сравниваются с женщинами, то есть их умирает больше, потом становится женщин больше под конец, там, 60-50-х годов, а мужчин умирает больше, то есть женщин как бы больше. На самом деле все наоборот. Женщин всегда меньше в разы, чем мужчин. И вот этот вот парадокс вы сейчас узнаете. Получается, да, мужчин должно быть больше, а женщин должно быть дефицит в популяции. Так как вот у нас, почему у нас дефицит-то женщин получается? Вот вся эта информация, у кого есть уже додумка такая. Уже это, в принципе, озвучила несколько раз, и это уже понятно из нашего вебинара. Мы как раз подходим к самому интересному. Алекс нам пишет. Ну, пока сейчас как раз, я думаю, Алекс допишет уже свою мысль. По-любому. А вот я сейчас как раз объясню, Алекс, почему дефицит. Почему нужен дефицит? Или почему он и есть дефицит? Он есть в принципе, он и нужен. Популяция так устроила, природа так устроила популяция, что нужен дефицит самок. Чтобы конкретно это изучить, это нужно все-таки протопопово прочитать трактат о любви. Сейчас оно просто так обширное. Да, мужчин-то меньше, но происходит дефицит женщин. Да-да-да, Марина, завышенно требованные или категории, критерии другие. Друзья, Мариночка очень близко. Женщины хотят одних и тех же мужчин, которых в своей популяции всего 10%. Все женщины хотят одних и тех же. Вот эту верхушку 10% высокоранговых. Высокоранговых и высокопримативных по своей сути, потому что по критериям инстинктов это самые генетически перспективные самцы. Они хотят от них получить потомство, а вот выращивать они хотят за счет среднеранговых, которые в принципе готовы тянуть на эту ношу, потому что высокоранговые на это не всегда соглашаются. Олигархи, которые мы знаем очень часто, жен всех своих, со всеми детками посылают нафиг. Это как раз высокоранговые, высокопримативные. Которые по сути своей берут женщину как приз такой, как маркер. То есть это как машина. Еще один. Пока она молодая, нормально, все хорошо. Потом они меняют себе на другую. То есть вот почему у женщин происходит дефицит. Они хотят одних и тех же, высокоранговых. И вот тут будем разбираться очень и очень. Да, альфы, санкции, все правильно, Валерий. Да, вот как раз мы эту тему изучали. Это обязательно в вебинаре посмотри в записи. Это есть там как раз. Точно, точно, точно. Итак, хотят одних и тех же, высокоранговых. А их всего 10%. И, кстати, если распределить, вот каждого мужчину дать по женщине, по роду, то всех всем хватит. Но люди не желают так распределяться. Особенно женщины, потому что женщины являются, то есть, ну сейчас, все подойдем по своему, по своей очереди. Поэтому у высокоранговых мужчин женщин много. Олигархов, у кого есть деньги, то есть в своих, вот в высокоранговых своих группах. То есть у них может быть там одна жена, несколько любовниц, там еще какие-то и так далее, и так далее. У остальных, если и есть, у среднеранговых, то как минимум одна, максимум это две. У некоторых, у низкоранговых, у них вообще их нет. И женщины поэтому не спешат брать себе партнеры, кого попало. То есть они всегда ищут лучше. Теперь вот выявляем инстинкты у себя, милые женщины. Записываем в тетрадочку. Это, кстати, очень важно. Каждый инстинкт мы будем записывать. Первый инстинкт, это будет инстинкт заботы о себе. И мужчинам вот это надо понимать очень здорово. Что это такое? Это когда персональная ценность самки закреплена в соответствующих инстинктах, требующих от самок проявлять осторожность, избегать риска, заботиться о себе, своем потомстве, и требовать заботы о себе окружающих. То есть эти требования закреплены глубоко в инстинктах обеспечения себя для того, чтобы выкормить потомство. Друзья мои, запоминайте это. То есть это первый инстинкт женщины. Самый практически, наверное, наиглавнейший. То есть забота о себе и о своем потомстве. Она это требует. Стребует самого рождения. То есть вот практически она как вырастает такая вот в женщину, вот так вот оформилась девушку. И очень часто, кстати, они объяснить девочки это не могут, но они требуют в себе внимания, они требуют денег, чтобы им покупали машины, им покупали шубы. Они инстинктивно вот эту потребность в себе активно озвучивают, но они умом не доходят, для чего это надо. Они используют, можно сказать, вот этот инстинкт не по назначению. Они вот эти шубки, фигушки у многих, у молодых. А потом, кстати, у женщин это как бы переходит в естественный, правильный инстинкт. То есть завести ребенка, обязательно выйти замуж, и к этому мы как раз будем подходить. Очень интересно. На самом деле мы вот только начинаем в эту тему только входить. И вот когда люди узнают об этом, мужчины и женщины, для них как бы вот эти все истины простые, которые на поверхности, они как бы становятся раскрыты. Они понимают корни, откуда это происходит. Итак, в период вынашивания и выращивания потомства самка достаточно долго остается не способна на самостоятельное существование. Выращивание потомства задача сложная, и одно ей в этом не справится. То есть она ребенка выращивает, и она не может себя никак пропитать. Это всем понятно, даже в природе. К этому событию ей нужно привлечь кого? Естественно, другую сильную особь, как правило, которая отвечает за взаимодействие с окружающим миром. А кто у нас отвечает за это? Естественно, мужчина, который может добыть ресурсы из внешней среды и защитить ее от других мужчин, от других каких-то сложностей и так далее. Поэтому прежде чем забеременеть, она обязательно должна убедиться, как правило, что данный самец не только жизнеспособен, и у него есть хорошие гены, но еще расположен к ее обеспечению. То есть, как правило, обеспечение не входит в высокий ранг самца, как правило. И в высокопримативном, кстати. Таким образом, она выбирает с четким расчетом, инстинктивно. А как можно привязать самца надежно и надолго? Его сильнейшим сексуальным инстинктом. Но опять же, я говорю, я напоминаю, что тут мы рассматриваем истоки первобытных поведенческих программ. Вот базу, без которой не будет понятна вот эта вся процедура, как поведение женщины. Именно так, через разные взаимовыгодные инстинкты природа соединила два разных пола. И недаром говорят в народе, что женщинам нужны только деньги, а мужчинам только секс. Это действительно основано а основано на природных взаимов... Ну, природа нас так создала. Только вот нужно смотреть на это с позиции более высокого уровня. То есть с позиции то, что инстинкты диктовали и будут диктовать свои законы выбора партнёра всегда и везде. Их просто нужно знать и относиться с уважением к потребностям противоположного пола. Естественно, корректировать друг друга. Это мы как раз и будем в процессе вебинара вот эти всякие упражнения приводить, чтобы вот как-то усмирять собственные инстинкты. Объяснять женщинам, объяснять мужчинам, что таким образом, ну как бы вот, откуда ноги растут и что с ними делать, что самое интересное. И вот в рамках этого инстинкта женщины более... из-за этого более эгоцентричны. То есть если мужчины эгоисты, вот высокоранговые, высокопримативные, то женщины эгоцентричны. Они требуют заботы о себе, о своём потомстве. Постоянные везде. Кстати, если они не находят в себе естественного самца, который будет, то есть они сами родили, ну так там бывает, случайно там ещё что-то, то вот эта вот потребность закрывает именно ближайшее окружение. Это родственники, это бабушки, мамы и так далее, и так далее. То есть по-любому она требует тогда это уже от своего вот этого ближайшего окружения. Так, Алекс нам пишет, просят купить шубу или машину. Они хотят подсознательно понять, какая она, какая она, как мать или что. Сейчас ещё вникну в вопрос, Алекс, не совсем поняла. Значит так, просят купить шубу или машину. Они, да, хотят подсознательно понять, какая она, как мать или что. Алекс, уточни, что-то не очень поняла. Ага, что-то я это, не врубаюсь. Ты уточни немножко, а я сейчас как раз перехожу к следующему слайду. Так вот, за кем остаётся выбор? Сейчас мы как раз переходим к этой интереснейшему пунктику. Из вышеперечислено следует, и этологи это утверждают и подтверждают, что выбор партнёров всегда остаётся за женщинами, кроме случаев, конечно, насилия. Если инстинкт самки решит, что данный самец не достоин продолжения рода, то она его не подпустит, не подпустит к себе никогда. Женщина инстинктивно, неосознанно, в первую очередь, ищет индивидов с высоким ранговым потенциалом. Ведь только они способны пробиться на верхушку любой иерархии. И уникальная, то есть их уникальная особенность вот в высокоранговых, это изворотливость, изворотливо устраиваться в жизни. То есть они могут вывернуться, всегда всё, такие живчики найдут выход в материальном, там ещё что-то и так далее, и так далее. И вот эта вот уникальная особенность, изворотливость устраиваться в жизни, она обозначает для женщин генетически правильного партнёра. И по древним стандартам женщина считает, что такой индивид и прокормит, и защитит женщину с ребёнком, и дети будут с качественными генами. Это первейшая задача перед женской особью, наделённой природой. То есть это её главный, ну, главнейший, вот можно сказать, такой фундаментальный большой инстинкт. И никуда он никогда не денется. То есть это мужчинам нужно понимать. То есть основной критерий полового отбора женщины это высокий рамк мужчины. И она выбирает буквально первые минуты, кстати, знакомства, считывая информацию о претенденте на её сердце. С внешних признаков, как правило. Какие-то признаки, вот здесь как раз указано, много ли свиты вокруг мужчины, то есть друзья, поклонники, связи, какого уровня всё это, да. То есть, опять же, вот есть разные уровни, то есть всё равно женщина, которая совсем ни себя ничего не представляет, она всё равно не выйдет в высшие и более социальные круги. Всё равно вот есть такие орбиты, да, вот разные социальные. И вот на каждой своей социальной орбите каждый ищет своего высокорангового. Вот можно приблизительно так понять. И так, по другому критерию она ещё анализирует ранговый потенциал. Что это такое? Главное для неё, то есть характеристики человека, мужчины. Уверенность, напористость, настойчивость, бессомненно, лидерское поведение, то есть он лидер во всём. Материальный достаток, это вообще не обсуждается, то есть это один из важнейших критерий для выживания её и её потомства. Так, Марина сейчас, я думаю, они хотят понять, что востребованы как самки. Да, к этому мы будем проходить, да, да, да. Это тоже один, ещё один из инстинктов женщин. Мы будем его проходить. Алекс, когда они приносят, когда они просят купить вещь или просят о чём-то, они подсознательно хотят выяснить для себя, какая она самка. Да, в том числе. То есть это, получается, её цена. Её цена самки. То есть это, можно сказать, чем больше подарок, тем она, ну, тем выше её стоимость на брачном рынке. Значит, она, опять же, ранг её высокий. Вот я думаю, что здесь, Алекс, хороший вопрос и хорошее заключение. Это, да, это вот один из подтверждений её востребованности. Да, 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 да. То есть это вот таким образом она утверждает свой ранг. Да, да, да. Очень близко, очень хорошо. Так, друзья, вы ещё тут, вы молодцы у меня. Да, идём дальше. Так вот, есть афоризм. Ищу женщину-миллионера. Они мне, как люди, нравятся. И, кстати, это совершенно не шутка, потому что женщине нравятся не деньги, друзья мои. Вот это мужчины должны понимать, не деньги, а способность мужчины их зарабатывать. Что, в принципе, говорит о его жизненной энергии, потенциальной высокоранговости, следовательно, его генетической перспективности. И ресурсы, то есть, говорят сами за себя. То есть, если ранг мужчины не подтверждается, то есть, изначально он может пыль пустить в глаза, ну, там, красивые машины, красивый этот, а куда-то сводить на последние деньги, да, как купить миллион алых роз, кстати. Эта женщина, она, конечно, ей будет приятно, она так это прочувствуется туда-сюда. Но если она поймёт, что за миллионом роз, которые ей подарили, ничего не стоит, этот жених у ней в пролёте. Она будет искать себе другого. Потому что, на что он будет содержать её и её потомство. Так что, вот, тут будут хорошие рекомендации для мужчин, чтобы они не сразу показывали, что у них ничего нет. Вот. То есть, это вот прям конкретно такой есть рекомендация от этолога. Мне очень нравится. Итак, друзья мои, мы идём дальше ещё. У нас осталось совсем чуть-чуть. Потерпите ещё чуток. Но мне кажется, тема интересная. Стоит того. Следующий инстинкт женщины – недоступность. Что это такое? В любом случае женщина считает, опять же, так на неё воздействуют древние инстинктивные программы, что мужчина должен завоёвывать её, добиваться. Он должен быть инициатором. Первым ей предлагать свидания, встречи, прочие интересные мероприятия, в том числе свадьбу, и так далее, и так далее, и так далее. Которая нафиг мужчине не нужна по его инстинктам. Ему нужно больше женщин, больше распространить свой ген, и нафига ему брать лишнюю ответственность. Тут какая фишка-то получается ещё, друзья мои. Когда женщина выходит замуж или в близкие отношения с мужчиной, может быть, гражданский брак, здесь получается такая интересная штука. Женщина, женщина получается, ой, как же она называется-то сейчас, сбилась немножко с мысли. То есть она свою часть ответственности, она часть своих внутренних забот и внутренних потребностей она перекладывает на плечи мужчины и реализовывает свой инстинкт. Вот это, да, то есть родить и так далее, и так далее. Это главный инстинкт, который ей нужен. А мужчине всё это нафиг не нужно по инстинктам. То есть ему нужно сделать своё дело и убежать дальше семенять других, то есть распространять свой ген, скажем так. И когда он женится, он идёт против своей инстинктивной начальной роли природной. То есть, по сути, он жертвует себя во имя вот такого какого-то идеального состояния. И это хорошо, это в принципе нормально. Но надо понимать с точки зрения природы, что это вот брак, и свадьба, и семья, это противоречит природным основам мужчины и женщины. Если женщина реализуется в браке инстинктивно, то мужчина наоборот. Он закрывает себя вот эту инстинктивную это. Поэтому мужчины так и бегают. Так и бегают. То есть вот это ещё плюс на себя ответственность за, то есть это и материальное обеспечение, и больше. Так он жил себе в ус не дул, всё было хорошо, а так теперь ему ещё надо обеспечивать сколько, сколько всего много. То есть здесь входит в противоречие брак вообще у мужчины и женщины. То есть инстинктов. Понятно, да? Алекс пишет, но сейчас всё наоборот. Мужчины поняли фишку. Алекс, какую? Конкретнее. Тут столько фишек, что просто не удаёшься. Вот. Так и так. Пока Алекс нам пишет фишку. Итак, женщина, она хочет, чтобы мужчина её добивался. Она провоцирует, его тонко ведёт, внешне остаётся недоступной. Вот как раз Алекс говорил. То есть что это значит? Она вроде как бы положила на кого-то глаз, дала какой-то намёк ему, как-то подморгнула, как-то подмигнула. То есть дала намёк, что я готова. Она вот так тонко ведёт. Если женщина, которая в лоб говорит, подходит, ты знаешь, пойдём переспим, ты мне нравишься, да? Мужчина от этой шарахнется, потому что инстинктивно это неправильно. Инстинктивно женщина тонко ведёт, моргнёт, волосики поправит, что-то там поговорит, каким-то образом она что-то там, я не знаю, там, ну, как-то даст знак, что он, мужчина, ей понадобится. То есть она его выбрала. Она его выбрала, а вот только потом уже мужчина, если понял этот знак, и она ему действительно интересна, он будет её добиваться. Но здесь засада другая. Недоступность, инстинкт, недоступность. Есть такой тоже интересный афоризм, приписывающий Вольтеру. Если дама говорит нет, это значит может быть. Если она говорит может быть, это значит да. Если она говорит да, это не дама вообще. Вот такая интересная вещь. И это мы сейчас тоже, я сейчас на примере вам расскажу. Алису сейчас прочитаю. Алису, в нашем мире мужчин не бегают, как раньше за женщинами. Вот, правильно. Сейчас у нас всё наоборот. Женщины бегают за мужчинами. Но только они бегают-то за кем? За высокоранговыми мужчинами. За кем охотятся девочки? Как говорят, акулы такие. Естественно, они за олигархами и так далее, и так далее. То есть, вот не бегают они что-то за простыми учителями или простыми шахтёрами, или так далее, и так далее. Здесь всё гораздо как-то вот так интереснее. Вообще, кстати, сейчас мир у нас перевернулся немножко. Мужчины в большей степени стали инфантильны, а женщины более стали, ну, мужские качества приняли. А мы сейчас всё это разбираем с позиций древних инстинктов. То есть, это как бы вот всё-таки основа. Мы это опомним. Итак, нет. То есть, вот когда женщина говорит нет, а подразумевает да, часто является для женщины инстинктивной ловушкой. Например, старая дева – это женщина, которая сказала нет на один раз больше, чем надо. Афоризм приписывается актрисе Инге Майзе. И об этом мы будем говорить ниже. А вот этолог Протопопов даст конкретные рекомендации тоже. Это мы будем в другом вебинаре, чтобы не остаться без мужчин. И вот, кстати, есть такой пример из жизни. Мне одна рассказала моя лучшая подруга. И она рассказывала про своего молодого человека, а у него этот молодой человек рассказывал про свою бывшую подругу. И вот он ей, значит, говорит. Говорит, слушай, ну, не знаю, как у них там разговор зашёлся. А он говорит, а что ты расстался со своей прошлой? Говорит, да у них какие-то странные тараканы. Говорит, а какие тараканы-то? Интересно, давай узнаем. А то, может, у меня такие же тараканы. Вот, говорит, да вот, звоню ей. Она, значит, говорит. То есть, я спрашиваю, что мне купить и привезти? Я к тебе приеду там туда-сюда. Она так помялась. Ну, говорит, ничего не надо. А, друзья, подождите секундочку. Сейчас, одну секундочку. Ты с ней не пойдёшь? Нет. Сходи с ней. Так, я тут. Вот. Они, значит, то есть, он ей спрашивает, что купить. Она так вот подумала, говорит, да ничего не надо. Потом, значит, он приезжает к ней. И, естественно, с пустыми руками, потому что она ничего не сказала. Он, как по своему мышлению, да, цифровому, да, нет, значит, соответствует правде. Он с пустыми руками. Она обиделась. Она каким-то образом как-то сникла, так далее, и так далее. А в итоге выясняется, что она вот обиделась на то, что он пришёл с пустыми руками. И он её не понял. Говорит, она сказала, в принципе, что ничего не надо. И тут же обиделась на то, что она, что я ничего не принёс. То есть, для мужчины это вообще непонятно. Ну, мы, как вы разбирали вначале, то есть, другое мышление. А женщин-то инстинкт вот этого, да, нет. То есть, она как бы строит из себя, вроде, одну, а хочется-то другое. И, то есть, снаружи выставляет вот это вот третье. Таким образом, вот, а мужчины уже думают, что это иностранное. А это вот как раз и вот эти инстинкты, они играют свою роль. Так что вот здесь вот тоже женщинам надо быть с этим аккуратнее. То есть, знать мышление мужчин и вот напрямую с ними разговаривать. А не вот этими женскими инстинктивными штучками. Итак, важный ещё вот инстинкт, это когда женщина убегает, а мужчина догоняет. То есть, это вот тоже вот такой вот сигнал, да, что, ну, игра такая. И мужчине интересно, и женщина как бы вот тоже вроде как её догнает, начинали, схватили, завоевали. То есть, мужчина вроде как по инстинктам завоеватель, ему надо завоевывать. А если ему вот добыча достаётся вот так вот просто, никак она не убегает, то, соответственно, и ничего, не особо она и нужна. Но это опять же по инстинктам. Везде и всюду по-разному у мужчин и женщин. Но это тоже надо знать, потому что так как мужчина в основном инфантильный, в большей степени вот уж такая тенденция в мире происходит, то бегать женщинам надо, но с оглядкой и очень медленно, и вот совсем-совсем чуть-чуть. И тоже будут рекомендации по этому поводу. А то женщина как убежит, настроит себе баррикад и типа лезть, а у него сил на это не хватает. То есть это у высокоранговых, высокопримативных личностей, кстати, среднеранговых, высокопримативных, это павлины и такие, как их называют-то, господи, ловеласы, да. У них вот напористость – это сильная, но, как правило, за ними ничего не стоит, кроме того, как они преследуют только свои интересы и только свои, ну, сексуальные, естественно, и ещё пожить за счёт женщины. То есть это вот… То есть если напор такой идёт, усиленный, без желания самой женщины, то, как правило, если он её и добьётся вот этим, а женщинам же очень нравится, когда так добиваются, и цветы, и как-то вот эмоциональность, да, почему они лезут ко всем этим, извините меня, вот в Египты, в Турции и так далее. Там очень эмоциональные мужчины, вот как раз высокопримативные. Они расскажут, какая она там звезда, какая она луна, какая она там это. Женщины этого не хватает по сути своей. Они ведутся вот это, ну, высокопримативность. Но за мужчинами там, как правило, не стоит каких-то высокоранговых действительно вещей. В итоге они просто ведутся на вот эту такую ширму, на такую вот павлинию и хвосты, которую перед ней до этого распустят, а потом её будут, извините, пинать, как не зная кто. То есть это вот тоже привет инстинктам. Разумом они не соображают. Но это тоже тема отдельного вебинара, это мы будем как раз на следующем изучить. А сейчас мы подошли к с вами, в принципе, концу. Итак, вы молодцы. У меня столько сегодня, как говорится, здесь меня слушали и проявляли такую обратную связь хорошую. Алекс сейчас нам что напишет интересного. Что делать мужчине, если женщина не знает, как мыслит мужчина? А, Алекс, желательно ознакомить её, как мыслит мужчина. Вот это вот уже, наверное, творческая задача для мужчины стоит. То ли это преподнести в виде статьи, то ли это преподнести в виде какого-то, я не знаю, домашней какой-то лекции, ну как-то с интересом. Вот опять же, здесь, может быть, если любит читать, дать книгу, просмотреть начало вебинара, дать какую-то статью по этому поводу. Так, есть ли у меня статья по поводу мышления? Ну, в принципе, в моей книге в начале там есть это. Ну, то есть это стараться всё-таки донести эту информацию до женщин. Потому что вот когда я в своей книге, я сейчас дам две ссылки на книгу, трактат о любви, мою книгу, кто, например, больше мужчина или женщина, там в краткой форме это всё содержится. И мужчине важно дать эту книгу, и женщина, чтобы прочитала, ознакомилась. Вот это вот, каким образом? Ну, вот это уже всё зависит от индивидуальности женщины, как она воспринимает. Так, не до конца я прочитала, Алекс, вопрос. А мужчине, чтобы понять женщину, можно ходить с детектором лжи, где нет да, да нет, объяснить, что желает мужчина. Ну да, юмор хороший. Надо просто понимать, что вот это замешательство у женщины, да нет, да нет, можно переспрашивать женщину, скажи, ты на самом деле вот так хочешь или нет. А с другой стороны, можно это проверить на опыте. То есть сделайте так, как она хочет, посмотрите на реакцию. Если оно соответствует какой-то девушке, допустим, она сказала, не надо мне ничего, да. Но потом обиделась. А потом всё-таки выяснить причину. То есть, ну вот, ну, это чисто методом тыком, вот только так. Так. Про язык любви в моей книге нет. Это нет. Это я уже после сама вот так вот додумала. Это к тренингу. Поэтому, друзья мои, смотрите вебинар, читайте, то есть презентацию берите с этого, да, с сайта. И, кстати, рассылка будет, ну, Марин, ты у меня не зарегистрирована, я не знаю. Друзья мои, вот кто зарегистрирован, получит запись вебинара, получит, как его называют, презентацию, вот где все вот эти упражнения есть. А по поводу ссылок на книг, я сейчас вам скину, и кому надо, скачайте. И ещё, вам задание такое. Или я на следующий спирал сдать. А, тест про напримативность. Во-во-во-во. Это я ссылку на свой сайт. Короче, я в рассылке дам ссылку на сайт на свой, где есть тест на напримативность. А здесь я скину две книги. Трактат о любви и свою, кто инопланетянин больше, мужчина или женщина. Читайте. Но она сейчас не помна, потому что я её писала осенью, и вот то, что здесь есть, это дополнение. Друзья мои, теперь обратная связь. Как вам что понравилось, что самое ценное вы для себя подчеркнули, что запомнили, что будете использовать. Коротко прям кто чего взял для себя. А я сейчас вам скину прям буквально все материалы, которые обещала. Так. Продолжение следует... Так. Сейчас начнем трактат о любви. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья мои, вот сайт Протопопа, у него там и трактат любви, и очень много статей, которые действительно важны и нужны. Вообще у него потрясающие материалы для вот такой жизни, а тем более для профессионалов, она вообще незаменима. Мариночка, язык любви новый, спасибо, да, действительно вещь нужная. Алекс Смит, много интересного, но не до конца рассмотрено. Так первая часть же тренинга-то первая, а у нас их пять, поэтому здесь будет очень много дальше продолжения интересного. Надеюсь, у вашей книги есть что-то полезное. Ну, я тоже надеюсь, когда прочитаете, можете дать обратную связь. Хотя ее уже надо дополнять, потому что, ну, как бы время проходит. Так, Ольга Ушакова. Открытие о высокопримативных мужчинах. Да, это вообще такая вещь интересная. Валерия Малеренко, Чепман Гэри, пять языков любви, как выразить любовь вашему спутнику. Тоже можно почитать. А мы как раз, Валерий, у нас прошлый вебинар был, Нелли Ефимова по ним ведет, по тем языкам. Этот язык я сама придумала по поводу мышления, но он очень важен. Я считаю, что потому что это просто от запроса людей отталкиваюсь. А по, вот как раз, пяти языкам ведет Нелли Ефимова по понедельникам. У нас будет через одну недельку там, а в понедельник у нас будет Ольга Орлова, как выступать и не бояться, такое ораторское мастерство. Ну, друзья мои, спасибо вам за участие. Спасибо вам, что вы были вместе до конца два с половиной часа. Это круто. Вот. И я просто благодарна вам за то, что вы так активно участвовали. Спасибо огромное. Приходите еще, смотрите в записи, кто еще не досмотрел. Буду рада. Обратной связи всегда и везде. Ну, все, друзья мои, пока. И вы молодцы. И я так рада, что мы так хорошо сегодня поговорили. Пока-пока-пока. Всех-всех-всех обнимаем. Все. Пока. Счастливенько. Счастливенько. Пока. Счастливенько.